Добрый вечер. Добрый вечер. Я про книжку не сказала. Новая книжка буквально только что вышла. Ну, каждой вечеринке должна быть книжка. Иначе какой смысл? Конечно. А может... А нет, без микрофона нельзя, да, я забыл. Я так не люблю технику, мне так мешает общаться, что надеваться некуда. Представить себе в позднебрежневские годы, что наступит момент, когда Леонид Ильич Брежнев будет восприниматься эпоха Леонида Ильича Брежнева будет восприниматься как время стабильности, спокойствия и даже благоденствия, представить себе это было невозможно. Леонид Ильич Брежнев в позднесоветские времена, как Василий Иванович Чапаев, полностью перешел в анекдот. Повсюду, ну, естественно, не публично, но в любой компании, даже в большой, даже, как хорошо помню, с участием работников партийного аппарата, издевательски воспроизводил все манера речи, все рассказывали анекдоты, я даже некоторые помню. У меня был любимый. Значит, члены политбюро приезжают на прием в польское посольство, и вдруг члены политбюро с ужасом видят, что у Леонида Ильича разные ботинки, один коричневый, один черный. И ужас еще минуты иностранные корреспонденты увидят, возникнет скандал, посылают к Леониду Ильичу, старшего члена в политбюро Михаила Ильича Суслу, он подходит и шепотом говорит, Леонид Ильич, мы увидели у вас разные ботинки, один коричневый, один черный. И Брежнев тоже шепотом отвечает, я и сам видел, а что делать? Суслу говорит, ну, нет проблем, машина стоит у подъезда, быстро домой вернетесь, никто не заметил. Брежнев говорит, я думал об этом, но думают у меня тоже один коричневый, один черный. Я хорошо помню день, когда Леонида Ильич умер, я вернулся из тогда фантастической поездки по Юго-Восточной Азии, Малайзии, Сингапур, Таиланд, чудесная компания, там Людмила Зыкина, приезжаю домой, рано утром включаю радиоприемник в родительской квартире, приемник стоит на том же самом месте, включаю, у меня был себя настроен на маяк, и что это траурная музыка, помню пухорный, помню настроение, такое раздраженно, недовольно, никакого сочувствия, никакого человеческого сочувствия к ушедшему человеку не ощущалось, потому что воспринимали его с глубоким, ну, слово презрение, наверное, было слишком сильно, ну, что-то такое наросло, отрицательное настроение к концу Брежневской эпохи наросло. прошло время, и все изменилось, и вот вопрос стоит там, это кто изменился, это мы изменились, или Леонид Ильич? Ну, я скажу, что в какой-то степени мы точно изменились, я изменился во всяком случае, мое отношение к Леониду Ильичу изменилось, но у меня есть для этого причина, я, ну, заглянуть в душу другого человека невозможно, но какая-то возможность мне представилась, я имел возможность ознакомиться с его личным архивом, выброшенным на помойку, в прямом смысле этого слова, судьба семьи там сложилась не очень удачно, я так понимаю, что внучка, продавая квартиру, выбросила и этот личный архив просто на помойку, какие-то добрые люди его нашли, вытащили, возможно, не весь, и отнесли одной замечательной журналистки, Ольги Боргуславской из московского комсомольца, она мне позвонила, мы не были знакомы, она говорит, вы знаете, у меня личный архив Леонида Ильича Брежнева, приезжайте и возьмите, ну, я не поверил, если честно, но с другой стороны, ну, уж просит, мы приехали с женой, и я когда вошел и увидел весь коридор, заставленный знакомыми мне павками управления делами ЦК КПСС, я просто умер, открыла, и потом таскал, это было воскресенье, я таскал в машину, и стоявшие у подъезда какие-то мужики думали, вот сумасшедшие, это все выбрасывает, а он куда-то складывает, это был личный архив, вероятно, не все сохранилось, Леонида Ильича, и вот что меня потрясло, этот человек, который начинал свою жизнь при самых неблагоприятных обстоятельствах, которые только можно было предположить, выживший в абсолютной нищике, зарабатывавший на жизнь тем, он просто грузчиком был, таскал мешки с семечками на фабрик, этот человек заботливо складывал в архив все свои бумажки, с самой юности, а я вспомнил, мой дедушка, когда занимавшись театром, говорил, что вот Константин Сергеевич Станислав, прославившийся ко всему прочему своим воспоминаниям «Моя жизнь в искусстве», сознавал с юности некое свое значение, и поэтому все бумажки собирал. Ну, Леонид Ильич Брежнев, работая грузчиком, учащись техниками, ну, не мог с моей точки зрения сознавать, что он станет главой государства, но что-то в нем было, и все сложенные бумажки, написанные его замечательным почерком, с чудесной формулировкой, он когда там откуда увольнялся, в замечательной формулировке заполнился, и прошу учинить мой расчет. Он родился в 906 году, и, естественно, его отрочество и юность пришлась на тяжелые годы революции, на гражданской войны. Отец его работал в Каменке, нынешнем Депродзержинске, его, кажется, не переименовали, работал на заводе, завод закрылся у Леонида Ильича, потом в воспоминаниях, которые за него написали, было написано, что он начинал свою жизнь на заводе, он не начинал жизнь на заводе, потому что завод закрылся, семья уехала в деревню, пыталась там каким-то образом найти работу, не могла найти работу. Леонид Ильич в какой-то момент, заполняя анкету, написал что-то такое, того нет, этого нет, и там фраза мне заполнилась, дома нет и не будет. То есть человек, выросший в абсолютной нищете, хотел учиться, поступил в землеустроительный техникум, там довольно серьезные предметы в ту пору преподавали, закончил его хорошо, стал работать землеустроителем, но в центральной полосе России там, видимо, работа была не очень хорошо, завербовался себе, поехал в Сибирь, и там он нашел себя. Я часто думаю, каким образом какие-то люди начинают из самых каких-то таких неудачных обстоятельств подниматься на веру. Значит, в них что-то было. В Леониде Ильича точно что-то было. В нем было, и с каждым годом это становилось заметнее, обаяние, природное обаяние. Мне человек, который имел все основания его ненавидеть, то, что Брежнев сломал ему карьеру, такой Николай Ильич Месяц, возглавлявший, был в СМЦК Комсомолов, в МГБ служил, потом был обстоятельом гостей Ради, он говорит, ты не можешь себе представить, да не только женщины, мужчины от любви к нему трещали по всем швам. В нем было вот это природное обаяние, и во всех характеристиках, составленных на него, юного его периода, везде, почти везде написано «хороший массовик». Хороший массовик в представлениях того времени этот человек способен сплотить вокруг себя людей, на что-то их организовать и куда-то двинуть. И это точно вот эта способность нравиться людям, налаживать с ними отношения, убеждать их, и вести за собой в Леониде Ильиче было и именно эти качества, и определили его карьеру. Он работал с землеустроителем, потом его стали повышать в должности, потом, мне сохранилось какой-то документ, там постановление Бюро райкома партии, назначение ТОВ Бережнева, приписали там личную букву Е к его фамилии, потому что еще не знали они, что он станет генеральным секретарем. Он вступил в партию, он пошел через комсомол, вступил в партию, собрал заботливые характеристики, подтверждавшие, что он был таким активным комсомольцем, хотел учиться, и уже будучи женатым, и уже с ребенком, поехал в Москву с приятелем, поступил в институт сельскохозяйственной техники, но долго не проработал и не проучился, потому что там так созвучила и практика, потому что без денег с семьей невозможно было. Проучившись несколько месяцев у нас в Москве, поехал к родителям в Каменкул, в Днепродзержинск, перевелся туда в институт имени Арсеньевича, такое место было коммунистом. Институт был так себе, даже у помощника Голиков говорил, и поучиться ему тоже не удалось, потому что он сразу пошел по профсоюзной партийной линии. Вот эта его способность руководить людьми, ладить с людьми, она сразу же была ухвачена, и вот он немедленно стал продвигаться. Служил в армии, в Забайкальском военном округе, сам попросился в танковую школу, но все увидели, что вот он по политической части, поэтому служил он политруком, вернулся, и сразу же там все, директором технику, и потом началось выдвижение. Его сначала заместитель представителя городсполкома в родном Днепродзержинске, потом оценили в Днепропетров, заведующим отделом советской торговли. Ну, к торговле Леонид Ильич, конечно, никакого отношения не имел, торговать не умел. Но времена были такие, когда человек сегодня баня руководил, завтра библиотекой, и руководители отдела советской торговли сделали секретарем обкома по пропаганде. Вот это ему точно не понравилось. Он потом в своем кругу очень презрительно отзывался об идеологической работе и радовался, что пробыл на этой должности недолго. В 1940 году решением Политбюро стали в обкомах вводить должности секретарей обкомов по оборонной промышленности. И Леонид Ильич получил, наконец, должность, которая, в общем, ему нравилась. Он стал секретарем областного комитета партии по оборонной промышленности. А тут началась война. Началась война. Он с трудом успел увезти мать и семью, отправил в Казахстан. Там они жили в Алмате. Нашли там приют. И вот характерная для Леонида Ильича черта, которая тоже определила его взаимоотношения с окружающим миром. Там они, семья Леонида Ильича, мать, жена, нашли приют в одной местной казахстанской семье. Проходят годы. И, это мне рассказывал один видный партийный работник, я еще потом процитирую, отправили его на Целену работать секретарем Алма-Атинского горкома партии. У него там, значит, в городе начальник управления торговли, который ни на что не годел. Все это он мне рассказывает. Я его вызываю и говорю, что так и так, в общем, придется вас снимать с этой должности. Он говорит, вот те, ну, а я думал, вы меня вызвали, чтобы повысить. Он говорит, ну, не хотелось вас огорчать, будем вас снимать с должности. Он ушел, через минуту звонил телефону Леонид Ильич Брежнев, в ту пору, значит, секретарь ЦК Компартии Казахстана. Ему говорит, ты чего к этому прицепился? Говорит, да вот, не справляйся, ты его больше не трогай. И повесил трубку. А человек этот, секретарь, горком, он был принципиальный, в общем, пытался его снять. Ну, чего, мы вызвали к Леониду Ильичу. Он говорит, слушай, ты чем долго работаешь тут в Алма-Ате? Есть предложение назначить с тремом обкома в Гурьев. А Гурьев, несмотря на то, что у нас связано с этим, понимаете, Гурьевской кашей, место было жарко и тяжелое. Мне этот потом человек рассказывал, что, знаешь, что-нибудь в магазине купишь пока до дома, ты сейчас уже позеленела. Он потом понял, в чем дело. Когда вышла книжка Целина, воспоминания, как бы, Леонида Ильича о работе в Казахстане, тамошелся абзац, оказывается, семья Леонида Ильича Брежнева в годы эвакуации жил у этого человека, который стал начальником управления торговлей. И Леонида Ильич не позволил лишить должности человека, который оказал ему такую хорошую услугу. Он всю свою карьеру помнил тех, кто ему помогал, старательно продвигал, окружал себя теми людьми, которые к нему что-то делали, возвращал им это стариться, и поэтому за ним всегда стояла армия людей, которые ему лично обязаны, дорожили его расположением и были готовы за него, за него держались и были готовы за него сделать все, что угодно. Характерная такая часть. Леонида Ильич Брежнев сразу ушел в армию, естественно, в политический состав, ему присвоили звание бригадного комиссара, потому что тогда существовали специальные звания не только для политработников, там для юристов, там был армвоен юрист, диввоен юрист и так далее. Бригадный комиссар назначили заместителем начальника политуправления Южного фронта, потом Южный фронт расформировали, его назначили заместителем начальника политуправления группы войск, потом группы войск еще раз расформировали. Короче говоря, Леонид Ильич оказался начальником политотдела в 17-м армии. То есть, пошел единственный период в его карьере на войне, когда не складывалось у него продвижение, не получалось наоборот, его траектория была вниз, потому что замначальника политуправления фронта это серьезная должность, а начальник политотдела армии в общем небольшая. И в этой должности Леонид Ильич прошел почти всю войну. Потом будут достаточно неуважительно говорить о нем, ну, дескать, в политотделе был, да, это не в окопе, на фронте, но убивали политотделцев. И он прошел всю войну, и Леонид Ильич Брежнев был первым советским руководителем, может быть, и единственным, который понимал, что война это катастрофа и действительно хотел сделать все, чтобы войны не было. Я думаю, что он был единственным таким. Он действительно осознал, что это такое, хоть и был в политотделе, и как бы ему ни грозило, это опасно. Ну, что такое начальник политотдела? Он не имеет никакого отношения к военной операции, его дело, партийные документы, прием в партию, личные дела, сводки, подготовки документов, достаточно тоскливая такая работа. И, что было особенно для Леонидовича обидно, орденами обходили. Вот у него среди его личных документов он заботливо хранил номер красной звезды, в котором был указ о награждении в ордену боевого красного знания единственный орден, который он получил. И в звании за всю войну он не только не вырос, а его даже понизили. Дело в том, что в какой-то момент от этих спецзваний политоидельские отказались. И эти стационные комиссии, у нас нет бригадного генерала, в Сосискарбе, поэтому бригадного комиссара можно было, комиссия могла перевести в полковники или в генерал-майор. И Леонидовича сделали полковника. И он переживал всю войну. И генеральский погон он получил только в ноябре 44-го года, когда заканчивалась война. А первое за всю войну повышение он получил, когда война уже закончилась. То есть еще фронт украинский существовал. И член военного совета фронта Лев Захарович Мехлис такой был поклонник Сталина и один из любимцев. Сталину понравился Леонид Ильич. Сделал, наконец, начальником политотдела фронта. Поэтому формально у него в военном билете было написано, что он начальник политотдела фронта. Но это уже была закончена война. Зато 24 июня 45-го года, когда был знаменитый парад Победы, Леонид Ильич прошел. Эти кадры остались. И уже в мои годы их бесконечно показывали. Действительно шел такой красивый, бравый, веселый генерал по Красной площади. Когда закончилась война, стали забирать бывших политработников на гражданку Никита Сергеевич Хрущев, руководивший Советской Украины, вспомнил Леонида Ильича и Брежнева назначили первым стрелем Запорожского обкома. Это была разрушенная область. Он приехал, правда, в веселом и хорошем настроении. Рассказывал своему врачу Евгению Ивановичу Чазову. Говорит, ну я в первый день в генеральском мундире из гостиницы пошел в обком пешком. Я шел и смотрел, найдется ли хоть одна женщина, которая не обернется в него след. Это не дошлось. Но это, пожалуй, было то немногое, что могло его порадовать, потому что город был разрушен, надо было восстанавливать. И эти послевоенные годы, время, когда Брежнев трудился, очень серьезно, очень напряженно. И он сделал там очень много. Вот перевели в Днепропетровск. Он там тоже сделал очень много. Леонид Ильич был против того, что, против того Брежнева, который мы видели потом, в конце жизни, вот молодой Леонид Ильич был серьезным и ответственным человеком. Из Днепропетровска его перевели в Молдавию первым историем ЦК Советской Молдавии. На свое счастье он приехал после самого страшного периода в истории Молдавии, когда там был чудовищный голод. Голод был рукотворный, потому что часть Молдавии всегда была советской, а часть Молдавии была занята Румынией после Гражданской войны. И в 1940 году эту часть Молдавии тоже присоединили к Советскому Союзу. Но провести там все манипуляции, которые производились на советских территориях, как-то раскулачивание, коллективизация, зачистка от кулаков не успели. Это делали после войны. Сделали таким образом. Что такое кулаки? Кулаки – это самые успешные крестьяне. То есть забрали весь урожай, выгнали справных хозяев, и в республике воцарился голод. Голод чудовищный, с людоедством. Я говорю об этом потому, что после перестроечных годов подняли документы. И там есть то, что я читал, но читать это невозможно. Это справки райисполкомов о посещении деревень с описанием того, что они увидели. Я не буду это воспроизводить сейчас, потому что это невозможно. Это была полная катастрофа, постигшая народ с огромным количеством смертей и всего прочего. Но Леонид Ильич на свое счастье приехал, когда это уже было закончено. Тем не менее, ему досталась республика, которую надо было поднимать. Это была тяжелая работа, и он свалил инфаркт. Его свалил инфаркт. И у меня есть такое решение Политбюро о предоставлении большого отпуска. Лечился здесь, под Москвой, в санаторий Барвихов. Он по сей день существует. У меня фотографии есть. Он пижами сидит на скамейке с товарищем. И в роли первого историца, как он партии Молдания, в октябре 1952 года Леонид Ильич Брежнев оказался на первом же партийном съезде. И выступал. Ну, если вы себе представляете фигуры тогдашних партийных руководителей, курпулентные, джентльмены, один лучше другого, просто тоска смотреть, и вдруг выходит какой-то подтянутый, красивый, симпатичный, хорошо улыбающийся человек. Я говорю об этом потому, что у меня нет ни малейших сомнений, что Сталину Брежнев понравился только потому, что он так классно выглядел на трибуне. Леонид Ильич не подозревал, что он понравился Сталину. Но он был избран членом ЦК, как положено, был руководителем республики. Открывается этот знаменитый пленум, на котором Сталин уничтожил практически Молотова и Микояна, и на котором избрал совершенно новое руководство. Причем Сталин ни с кем не посоветовался против прежней практики. Он вытащил из кармана бумажку и зачитал список нового руководства, в котором, и тут Леонид Ильич, сидевший в зале, с изумлением услышал, что он сейчас будет секретарем ЦК и кандидатом члена президиума ЦК. Это уже один шаг до Олимпа. Потом по закреплению обязанностей за ним закрепили обязанности по подбору кадров военное и военно-морское министерство. Иначе говоря, он отвечал за военные кадры. Ну, не очень много он успел в этой должности сделать, потому что вот в октябре съезд, а там в марте хозяин уже умрет, это было несколько месяцев. Но несколько раз Брежнев в сталинском кабинете оказывался и вождя слушал. Особенно он присутствовал при обсуждении вопроса о возбуждении дела о врачах-убийцах и при обсуждении вопроса о гнилом состоянии Министерства госбезопасности. И у Леонида Ильича была возможность заглянуть в сталинскую кухню, принятие решений, вообще понять, как и что происходит в этом мире. Ну, и, конечно, жизнь его изменилась, потому что, ну, кандидат членов, а приема ЦК КПСС, это уже практически небожитель. Это охрана, автомобиль, это снабжение. Самым забавным образом семья Брежнева сохранила все накладные о получении продуктов на улице Грановского со спецбазы, с указанием суммы, сумма за вас вратара и все прочее. На всякий случай все заботливо складывалось. И Леонид Ильич, роль его была не очень велика, потому что военным министром был маршал Василевский. Маршал Василевский не был кандидатом члена президиума ЦК, но он был человеком, близким к Сталинам. Поэтому, думаю, что Брежнева никаким кадровым делам он не подпускал, но Леонид Ильич только успел как бы вот этот аромат власти вдохнуть, понять, что это такое. И тут Сталин взял и умер. Подвел Леонида Ильича. Подвел в том смысле, что Брежнев в высшем руководстве был чужим. Он еще не прижился, не обзавелся ни друзьями, ни поддержкой, ни опорой. И когда эти первые мартовские дни еще там стали формально, но с точки зрения медицины еще жив, распределялась, перекраивалась карта политическое руководство и распределялись должности, Леонида Ильича просто из этой когорты вычеркнули. Он остался без работы. Среди его личных бумаг лежит бюллетень. я его показал одному из наших лучших кардиологов, разобрал, у него был кардиосклероз, эндортерин. 10 апреля, если мне не изменяет память, через месяц после смерти Сталина он заболел, лежал дома, не помогла медицина на дому, его в мае положили в больницу, значит, он там, по-моему, две недели провел в больнице. Почему бюллетень остался дома? Ну, вот кто при советской власти жил, знает, что бюллетень надо было сдать. Почему он не сдал? А некуда было сдать. Леонид Ильич остался без работы. Дело в том, что, ну, когда его вывели из состава секретарей ЦК и кандидатов в члены президиума и нашли ему должность начальника политуправления Министерства военно-морского флота, главнокомандующим военно-морским флотом был выдающийся флотоводец Николай Герасимович Кузнецов, действительно выдающийся человек, человек, который спас флот в 1941 году. В отличие от сухопутных командиров, он на свое, по своей воле приказал привести флот в боевую готовность, поэтому флот пострадал 22 июня меньше, чем сухопутная часть, был выдающийся в своем начале, и дважды потом страдавший при Сталине, потом при Хрущеве. Но Николай Герасимович Кузнецову, этот штафирка, который на флоте никогда не был, в роли начальника политуправления был не нужен, и судя по всему, он плохо встретил Леонида Ильича, а Леонида Ильича оказался безо всего, у него была телефонная книжка, в ней телефон Николая Герасимовича Кузнецова. Городской, не правительственной связи, не аппарат правительственной связи вертушка, а городской, чтобы позвонить было неоткуда. Да самое ужасное состояло в другой, как бы он не встретил Кузнецов. Слили в одно военное министерство, и Брежнев просто остался без работы. Лежа в больнице, написал тоскливое письмо к главному человеку, тогда представителю Совета Министров Маленкову, что так и так, ну как же, прошу найти мне какую-то работу, но он никого не интересовал, наоборот, его нашли плохонькую, предложили ему должность заместителя начальника главного политического управления Советской армии военно-морского флота, из запаса вернули на действительную службу, чтобы как-то утешить из генерал-майоров произвели в генерал-лейтенанта, он приступил работать в главпуре, и тут у меня есть эти странички из дневника полной такой тоски, никто не звонит, поручения нет, с машиной проблема, значит, с телефоном проблема, обещали, вроде, первым замом сделали, сделали другого, сижу без дела, такие горестные размышления, представить себе, я, честно говоря, не мог, что Леонид Ильич Брежнев был таким тонко чувствующим человеком, я себе представить не мог, написано от его имени замечательное, написано блестящим пером воспоминания «Малая земля», начиналась фраза «Дневников на войне я не вел, но долгие 1400 дней войны», я помню, как меня забавляла эта фраза, ну, кто мог предположить, что Леонид Ильич Брежнев ведет дневники, ну, мне кажется, это просто смешная мысль, оказывается, он вел, оказывается, он вел, многие годы вел дневники, сейчас издали там в трех томах, несколько страничек у меня есть, и, почему не просто он там записывал что-то иногда, когда он страдал, он записывал там свои душевные переживания, оказался куда более тонким человеком, и, во всяком случае, тонко чувствующим, ранимым и переживающим, чем я мог предположить. В общем, тосковало несколько месяцев, горестный утешал, утешил себя немножко тем, что ему, как военнослужащим, был положен отпуск в 45 дней, тут документ сохранился, проездный, как с женой поехал в Кисловак, но тут на его счастье Никита Сергеевич Крущев затеял Целину, и на Целине Никите Сергеевичу понадобился свой человек, потому что сменили руководство Казахстана, которое не очень хотело появления там приезжих, прислали из Москвы начальника Пантелеймона Кондраевича Пономаренко, который был руководителем Белоруссии. Был интересный человек, более интересный, чем можно было предположить. Некоторым был министром культуры, вел себя очень прилично, вспоминали деятелей культуры, не пытался ими руководить, сознавал, что его задача заключается в чем-то другом. И он вообще был такой немножко непривычный к столичному нраву. На секунду отвлекусь, но вы оцените. Он вспоминал, что с пристали мне еще позвал его вождь на дачу. А там было так заведено. Все гости за столом сидят, еда на отдельном столе, подходишь, берешь, садишься. И вот Пантелеймон Кондреевич рассказывал, я подошел, значит, столик, что-то с тех положил в тарелку, вернулся, сел и, чувствуя, сел во что-то мягкое, посмотрел, а мне торт положили на стол. В этот момент, дело было летом, Сталин всех пригласил на веранду, а я вспоминал Пантелеймон Кондреевич боюсь встать и сижу. Сталин говорит, а что вы сидите? Ну, встал, говорит, ну вот, тут торт подложили. И Сталин, нисколько не сниваясь, повариваясь, Береги говорит, Лаврентий, когда ты прекратишь свои шутки? Кстати, ничего, Лаврентий Павлович не был наказан. То есть, вождю это нравится. Такие шуточки у них были, значит, там в политбюро. Хрущев не любил Пономаренко, потому что они были соседями. И Никита Сергеевич отрезал у братской Белоруссии там кусочек земли, все время переустроился, границы между союзными республиками все время двигались, отрезал у них кусочек. Пантелеймон Кондреевич был недоволен. Короче говоря, Хрущев Пономаренко не любил. И ему нужен, а ему нужен был в Алма-Ате свой человек. И вдруг вспомнил. Вспомнил, без дела, что тут сидит секретарь, который у него был в Украине, Брежнева вызвали в ЦК, отправили в Алма-Ату, и Леонид Ильич был счастлив. Потому что это было возвращение на партийную работу, было возвращение к жизни, которая ему нравилась, и открывались некоторые перспективы. И Брежнев работал на целине просто не... ну совсем... Он целиком себя отдал этому всему. Там был момент, когда он... Это же огромная республика. Перелетая из одной области в другую, потерял сознание просто от истощения. Он наносил, когда стояли в больнице. Он работал как мог. Пантремон Кондратьевича быстро убрали, отправили послом в Польшу. Брежнева сделали первым старином ЦК Компартии Казахстана. Это уже была значительная должность. Потом удачный урожайный год. И оказавшись в Москве, Леонид Ильич с радостью возвращается на прежнюю работу. На 20-м съезде его избирают вновь секретарем ЦК и кандидатом члена президента. Его работа на целине была оценена. Он вернулся на Али. На сей раз ему была поручена оборонная промышленность и космос. И когда мы говорим о достижениях отечественного ракетостроения, об освоении космоса, о ракетно-ядерном потенциале, мы должны сознавать, что, конечно, ведущей фигурой был Хрущев. Хрущев поверил ракетчикам. И первый, кто поверил, он безоговорочно и дал возможность Королеву, Янглию, Чаломею создавать ракеты, которые обеспечили и невероятный прорыв научный, и укрепили репутацию страны, и создали оборонный щит, которым мы пользуемся по сей день, но непосредственным исполнителем, человеком, который занимался этим повседневно, был Леонид Ильич Брежнев. Смешно очень, Андрей Дмитриевич Сахаров вспоминал, как они с академиком Харитоном, два создателя ядерного оружия, пришли к Брежневу, он сидит в кабинете, смотрит, «О, бомбовики пришли! Ну, я вам скажу так, мой отец, всех, кто оружие создает, считает, что надо с высокой горы сбрасывать, потому что, говорит, ужас от вас и все прочее, но мы с вами должны этим делом заниматься». И Сахаров вспоминает, что они изложили, вместе с Харитоном изложили Брежневу проблему, Брежнев вник, осознал, согласился с ним и заставил это все быть сделано. Брежнев, кстати говоря, он действительно был человеком очень разумным, ему поручили возглавить комиссию после трагической истории на нашем космодроме, когда готовилась Янгелевская ракета к запуску, торопились, в какой-то момент что-то не пошло, стали изучать, что-то произошло, допустили чудовищную ошибку и ракета вспыхнула. Я вам скажу, что даже есть кадры эти, когда горит ракетой топливо, как разлив реки, догоняют людей, и люди сгорают. И погибли огромное число людей, погибли. На ракете висели просто грозди людей, грозди людей, которые ее ремонтировали. Погибли заместители конструктора, погиб маршал Митрофан Деделин, который отвечал за ракетные войска. Янгель, сам генеральный конструктор, не погиб случайно, потому что он был курящий и пошел курить специальный блок. Но хоть что-то в тот момент делали по правилу, он курил в этом блоке, поэтому его не смыло этой лавой кипящей. Погибло огромное число людей, была страшная история. Хрущев поручил Брежневу разобраться. Хрущев был просто в бешенстве, посмотрев на Янгеля с головы, как живы остались. И то, что Янгель потом умер достаточно молодым, это было впоследствии этой истории. То есть Хрущев хотел наказать. Брежнев в них изучил и сформулировал так, что все наказаны, больше об этом говорить не будем, работайте. Конечно, это было то самое решение, которое должен был принять руководитель, потому что наказывать было некого. Те, кто виноват, они погибли и скорее. Так что Леонид Ильич получил звезду героя социалистического труда за эти ракетные успехи. И он нравился вообще Никита Сергеевичу, он нравился, потому что Леонид Ильич никогда с начальством не спорил, был крайне любезен, не затруднялся ни в чем. У Александра Сергеевича Солженицына, который так точно подмечал все детали, есть в «Бодал сатире над дубом» замечательное описание, как, не помню по какому-то поводу, Никита Сергеевич высказывался о живописи. И это было не тогда, когда он посетил выставку молодых художников, высказывался о живописи, что ему не нравится, а потом говорит, ну сейчас я вам покажу настоящее произведение искусству, и Брежнев говорит, ну-ка, неси. И Солженицын, блестяще владевший русским, говорит, и Леонид Ильич Брежнев на цирлах побежал и притащил картину. Это была какая-то чудовищная картина, которую даже в клубах сельских ни хида не вешают, вкусы Никита Сергеевича живописные были известны. Но вот это вот, то, что человек, находящийся у руководства страны, нисколько не затруднился сбегать за картиной и показать, и не выразил даже ни малейшего неудовольства, как посыльного какого-то адъютанта посылать, это было очень характерно для Леонида Ильича, который понимал, что с начальством надо дружить. Хрущев нашел ему работу, которая Леонида Ильича ужасно нравилась. Он сделал председателем президиума Верховного Совета СССР. Это было абсолютно безвластное должное, это как бы формально президент, но только ничего не решавший, они просто оформляли решение партийное. Принимали иностранные делегации руководителя Верховного Совета и ездили за границу. И вот тут Леонид Ильич оказался на своем месте. Он принимал иностранцев, прекрасно улыбался, разговаривал с ними и стал ездить за границей, где тоже улыбался и с удовольствием встречался с людьми и всем нравился. И такое, значит, замечательное лицо Советского Союза было. Много разных фотографий, в Индии еще где-то. И явно, что ему нравилась эта работа. Просто вот, мне кажется, это были годы, но просто лучшие в его жизни. Но Никита Сергеевич понимал, что это не работа, а какая-то синекора. Никита Сергеевичу нужны были рабочие руки. В какой-то момент возвращает Леонида Ильича из этой чудесной, роскошной выездной работы возвращает его опять в кресло секретаря ЦК и поручает заниматься текущими делами. Леониду Ильичу это очень не понравилось. Он так вот явно огорчился. Это было, конечно, тяжелой обидой. Но главное стоило в другом. Никита Сергеевич Крущев умудрился рассориться практически со всеми, кого же он сам посадил на свою должность. А почему рассорился? Потому что у него ничего не получалось. Мы в прошлый раз об этом говорили. Никита Сергеевич Крущев был последним веровавшим в коммунизм человека. Он был последним человеком, который действительно посвятил свою жизнь неустанному стремлению улучшить жизнь людей. Но у него ничего не получалось. Что бы он ни придумал, какое бы ни начинание, он не пытался реализовать, ничего не получалось. Конечно, он впадал в отчаянность. Но в отчаянность себе позволить не мог. Поэтому он считал, что все дело в кадрах и надо сменить кадры. Он менял кадры или распекал своих подручных. А что значит подручные? Это заместители главы правительства, секретари ЦК, в общем, не последние люди в городе. У них было некое самоощущение. И хоть Леонид Ильич и бежал на цирлах за картины, когда ему когда надо было вождю, ему неприятно это было. И другим было сильно неприятно. Кроме того, Никита Сергеевича была неприятная привычка снимать с должности. Вот не понравился ему человек, не соответствует должности. И до свидания. До свидания – это катастрофа в советские времена. А Никита Сергеевич расслабился. Никита Сергеевич решил, что если ему его подчиненные говорят хорошие слова, то они и в самом деле друзья и соратники. И он упустил из виду некоторые очевидные вещи, которые Леонид Ильич потом учтет. И среди них ключевая – это роль председателя Комитета государственной безопасности, который должен быть на особице, у которого не должно быть ни друзей, ни товарищей, ни собутыльников, ни соратников, который должен полностью зависеть от первого человека и докладывать только ему. А Никита Сергеевич сделал председателем КГБ Владимира Ефимовича Семичастного, которого он взрастил. Он у него на Украине начинал секретарем ЦК Комсомола, юный джентльмен. Но Владимир Ефимович Семичастный был в друзьях с Айсаном Калаевичем Шелепиным, которого тоже Хрущев взрастил, и еще с другими комсомольцами. И эта дружба была для него важнее, чем отношения с Никитой Сергеевичем, который начинал надоедать им всем. А в чем тут дело? Дело в том, что все члены партийного руководства охранялись, но охранять было неотколо в советские времена. Сопровождающие, прикрепленные они назывались, присматривали за руководителем. Каждый в конце дня каждый прикрепленный должен был доложить начальнику охраны, чем занимался его подопечник в течение дня, где был, куда ездил, с кем встречался, с кем разговаривал. Все записывал. Руководитель охраны докладывал начальнику 9-го управления охраны государственных чинов в том, сетлю КГБ. И когда председатель КГБ, человек, зависящий от первого секретаря, от генерального секретаря, как будет прибрежнее, то внимательно следить за тем, кто с кем встречается. И встречи между членами партийного руководства вызывают всегда и будут вызывать всегда тревогу. При Сталине это было просто невозможно. Центральный партийный архив полон телеграмм. Там первый секретарь такого-то опуху. Прошу разрешить мне выехать в Москву с 1-го ноября по 3-е ноября для согласования в госплане вопрос Сталин. Разрешить. Телеграмм другого первого секретаря. Прошу разрешить мне выехать в отпуск на лечение. С такого числа по такое-то. Разрешаю. Не имел права первый секретарь покинуть территорию своей области и выехать к соседям. А зачем? А чем вы там собираетесь сговариваться? А Никита Сергеевич вообще не обращал на это внимания. И руководители страны стали понемножечку страшноват. Ну, страшновато. Леониду Ильичу будет страшновато до самого того момента, как Никита Сергеевич лишится должности. Страшновато было. Затем понемножечку стали вести разговоры между собой, что Никита Сергеевич может быть уже там от жизни оторвался, устарело. Может быть надо заменить. Очень осторожно разговоры друг с другом отводя подальше от телефонов. Это было всегда. Мой отец помню, рассказывал, вернулся, был заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС. Говорит, знаешь, Борис Иванович Стухалин взял меня под руку, отвел в другой конец кабинета. Объединенные большие были. И там только со мной говорил. Потому что они верили в то, что, значит, телефоны даже с трубками, которые лежат, можно подслуживать. Вели разговоры на улице, на отдыхе. Леонид Ильич Брежнев ездил на Украину, потому что украинская партийная делегация, организация, во-первых, это было много членов ЦК, а во-вторых, она считалась опорой Никиты Сергеевича. И Петр Ефимович Шелест, который возглавлял Украину, считался опорой Хрущевой. Вот Леонид Ильич приезжал и не один раз. И они сидели, разговаривали, выпивали и прощупывали друг друга. И постепенно стало выясняться, что все, ну и почти все руководители страны в общем настроены на смену Никиты Сергеевича. Но это была непростая штука. Страх их обуревал. Тем более, что в какой-то момент один из сотрудников комитета госбезопасности, прикрепленный к одному из партийных руководителей, написал письмо, что идет такая подготовка, это попало к Хрущеву. Никита Сергеевич не поверил. Никита Сергеевич не поверил, хотя что-то, вот с моей точки зрения, что-то он чувствовал, не знаю, рассказывал это или нет, в 64-м году, незадолго до отставки, он вдруг позвонил маршалу Жукову. Маршалу Жукову, которого он сам снял с должности и выкинул из истории, прошло, с 57-го 7 лет прошло, Жукова никуда не пускали, вычеркнули из учебников истории, документальных кадров с ним не показывалось. Вдруг он велел соединить себя с маршалом Жуковым, который сидел на даче, заговорил с ним, Жуков стал жаловаться, ну что ж ты со мной так поступил, и Хрущев ему говорит, сейчас я еду в отпуск, вернемся, встретимся и поговорим. И я думаю, а зачем? А зачем в 64-е, летом, в 64-го года Никита Сергеевич Хрущеву понадобился маршал Друков? И я думаю, только для одного. он решил, он решил, чувствуя что-то седьмым, чувством девятым, лесятым, не знаю, какое у него было, что что-то не так, вернуть Жукова с его невероятным авторитетом в стране, укрепить свои позиции возвращением маршала, иначе я так давать не могу. Тем не менее, ничего не сделал, ему в голову не приходило, что те люди, которые он вырастил, вот эти комсомольские секретари, шерепины замечательные, это же были люди, которые он поднял, ну, просто как младенцы, у него на руках они выросли, что они повернутся против него. Ну, надо было отдыхать на Пицунду, написав огромную записку, ну, если кто прочитает, вы будете потрясены. Он казался, реформой сельского хозяйства, смысл стоит в том, чтобы образовать огромное количество новых главков по каждому виду сельскохозяйственной продукции, ему казалось, что таким образом он сумеет поднять сельское хозяйство. Как только он уехал, подготовка заговора вступила в финальную силу. Теперь они заговорщики, а это были практически все члены президиума ЦК, кроме Ефремова одного, уже окончательно договорились между собой. Вопрос только состоял в том, а как это сделать? Сделать надо было одним образом, надо было вызвать Никита Сергеевича и на президиуме ЦК объявить ему, что ты лишаешься должности. Страшно было. А ну, как что-то пойдет не так. И вопрос решил, а кем заменить? И много есть разных версий, что Брежнев, дескать, случайно стал руководителем после Хрущева. Конечно, нет. Конечно, нет. А что какие-то были другие кандидатуры, ничего полеглого. С самого начала было ясно, что место Никита Сергеевича займет Леонид Ильич. Больше никто не мог на это рассчитывать, первое, по своему послужному списку, второе, по своим личным данным. Там были люди с большим стажем работы в центральном аппарате. Ни у кого не было такой разнообразной биографии, руководства областями, республиками, работа в центральном аппарате, руководства президента Верховного СССР. и ни у кого не было таких личных конек, у него такой харизмы. Это им приходилось признавать, потому что это имело значение, нужно было нового, первого человека представить в стране. И Леонид Ильич выпал задача звонить Хрущеву на Пицунду и просить его приехать. Хрущев очень удивился, что такое? Ну вот тут без вас не можем решить, прилетайте. Ну и ходят разные версии, если кто помнит фильм был такой «Серые волки» про все это, ну далеко от и что там, дескать, Никита Сергеевич собирался поднять войска Киевского военного округа или еще что-то, ничего он не собирался, в голову не приходило, что против него выступят. Прилетел, но их ничего не понимают, могут разобраться ни в чем. Возникла мысль, но заговорщикам-то страшно, что делать? А вдруг начнет Никита Сергеевич кому-то название. Значит, надо блокировать связь. Вызвали начальника управления правительственной связи. Говорит, нельзя это делать, я не имею права. Значит, хорошо, а сообщать можете, кто кому звонит? Это я могу, сказал он. На самом деле отключили автоматическую систему, еще вручную связь шла, но никому Никита Сергеевич не звонил, он прилетел в аэропорту, его встретил только председателя КГБ семье частной, не удивило Хрущева, все остальные заседают, Никита Сергеевич так сказать, обедали уже, еще нет, нет, вас ждут. Семечастный сразу смедил охрану, поставил других людей, привезли Хрущева, он вошел, сел и сразу же ему предъявили претензии, сделает Леонид Ильич. И Леонид Ильич Брежнев в тот октябрьский день 64-го года произнес лучшую речь в своей жизни. Вообще у Леонида Ильича были лучшие речеписты, лучшие люди страны, лучшие пели, страны писали за него, писали ему статьи, выступления, книги, лучшие пели. Но самое замечательное выступление он написал сам. Он набросал тезисы, по которым выступал, потом отдал своему помощнику Александру Михайловичу Александрову Агенту. Мы опять сохраним, как на всякий случай. Брежнев, обращаясь к Хрущеву, говорил, что так нельзя. Не должно быть единоличной власти. Ведь это же неправильно. У нас должно быть коллегиально. Мы должны друг друга выслушать. Мы должны советоваться. Мы должны вместе сообщать, искать разумные решения. Так нельзя поступать со страной. Мы ответственные замечательные, блистательная речь. Она была забыта на следующий день. Ничего из того, что Леонид Ильич Брежнев говорил Никиту Сергеевичу Хрущеву, он сам потом, конечно же, не сделал. Один за другим Хрущеву стали предъявлять претензии. Разные. То, дело плохо, с товарищами не обращается. Никита Сергеевич понял, что дело плохо. Он не пытался сопротивляться, хотя на самом деле в первый день еще ничего не решили формально. Еще на второй день только он подписал заявление с просьбой отправить его на пенсию. Решилось только на второй день. Но в первый же день были назначены руководители газеты и гости телерадио. Гость телерадио поехал, упоминавшись Николай Николаевич Мельс, у которого большой был опыт службы в годы войны в СМЕРШ, а потом в Министерство Государственной Безопасности. Его отвезли в гости телерадио. Задача стояла в том, чтобы вычеркнуть фамилию Хрущева, чтобы нигде ни в каких сообщениях не по радио, ни по телевидению нигде не упоминался Хрущев. Поскольку поток официальных сообщений был, то фамилию убирали представители с этой министров ОССР. Заменили редакторов «Правды» и «Известия», сменили главного редактора «Известия», которым был Алексей Иванович Джубей, зять Хрущева, выдающийся журналист. Это была, конечно, потеря для журналистики. Снимали портреты всю ночь. И я помню воспоминания одного партийного работника, который получил указание снять портреты. Он среди ночи позвонил зампреду райисполкома и говорит «Срочно и весь». И тут пришел свеч в мешок, он спросил «Что, война?» Ну, прошедшая война, думал, «Все, Ванилович, поехали по району снимать портреты». На следующий день Никита Сергеевич подписал все бумаги, его вывели из состава президиума ЦК КПСС, лишили должности первой истории ЦК, потом президент Верховного Совета освободил должности председателя Совета Министров. Он отправился на дачу и остаток жизни пройдет на дачу. Он занимал две должности, Хрущева. Руководитель партии, руководитель правительства. Но мы же отказываемся от ошибок прежнего, поэтому должности разделили первым секретарем ЦК Компартии СССР избрали Леонид Ильича Прежнего, главой правительства Алексей Николаевич Осыгин. Ее хорошо пункт, держал в руках газет. Тут не потух правды, было телеизвестие, на первой полосе сообщили, было где-то фотографии. Алексей Николаевич мне не понравился, а Леонид Ильич понравился. И важно было, что у нас был Алексей Николаевич и Леонид Ильич, потому что меня приятели все называли Лешей. А теперь я мог объяснить, что я не Косыгин, а Брежнев, что я Леонид, а не Леша. Леонид Ильич, фотография Леонидовича была приятная, всем понравилась. И появление Брежнева воспринялось очень позитивно. Это смен, хотя Хрущев на самом деле много сделал для страны, но прощание с ним было радостным. И приветствовали Брежнева. И Брежнев сразу взялся за дело, ему хотелось действительно показать себя. Он занялся сельским хозяйством, и он продолжил то, что началось при Хрущеве подготовка экономической реформы, которая войдет в историю как Косыгинская реформа, на самом деле она была Хрущевская, затеял ее Хрущев, который осознал или которому объяснили, что советская экономика устроена так, что решительно никто не заинтересован в результате. Поэтому происходит безумно огромная растрата ресурсов, труда ресурсов, а результатом невозможно воспользоваться, потому что это все никуда не годится. И возникла мысль, что надо переустроить экономический механизм. И Брежнев это поддержал. И он поддержал политику лучшего отношения к крестьянину, повысили закупочные цены, был пленом в 65-м году о поддержке сельского хозяйства. И это все как-то очень хорошо встречалось в стране. Потом Леонид Ильич сделал некоторые очень важные вещи. Поскольку он исходил из принципа «живи и давай жить другим», то он вел второй выходной. Суббота-то была рабочая, а стала выходным. И я помню, что многие люди даже говорят, а что делать-то выходной день? Второй-то чем заняться-то? Это была такая трудность большая. потом он стал увеличивать зарплаты. И это, конечно, имело большое значение. То, что это была чистая инфляция, стало осознаваться позже. Но я тоже это очень хорошо помню, как постепенно беднели магазины. Я жил на Ломоносовском проспекте, там был рядом, неподалеку, магазин «Балоко». Откуда, когда я был совсем маленький, приезжала тетя Клава с таким... на тележке она везла, там были пакеты с молоком еще с чем-то. Она аж по квартирам разносила и продавала, там ее девушка покупала, там молоко, только что-то еще. Потом она перестала разносить. А потом в магазине, где были большие, просто стало все вот меньше, меньше, меньше. Что меня в ту пору, ввиду юного возраста, не сильно волновало, но глаз мой это фиксировал. Брежнев объявил 9 мая праздник. Уже не был праздник. Сталин же не хотел делать его праздником в 65-м году по случаю 20-летия Победы. 9 мая стало государственным праздником, было торжественное собрание, на нем выступал Брежнев, назвал две фамилии, которые в хрущевское время не упоминали, Сталина и Жукова. Обе встретили огромное количество аплодисментов, я говорю, просто овации. Брежнев стал награждателем. Поскольку Леонид Ильич, мы с вами говорили, закончил войну в ощущении, что несправедливо он обойден наградами, что подвиги его военные не оценены, то ему казалось правильным компенсировать эту ошибку. Он компенсировал другим и стал щедро награждать. В какой-то момент Николай Иванович Савинкин, заведующий отделом административных органов, который курировал армию, ему так робко сказал, что Леонид Ильич, мы там не слишком ли много наград раздаем. На что Леонид Ильич, мы сейчас сказали, что железо жалко, что ли? Он сам получал удовольствие от наград и понимал, что другие люди тоже будут получать это удовольствие. Ему понемножку стали награждать и повышать звание, поскольку он был генерал-лейтенантом и тоже считал это недостаточно. Стал понемножку расти в званиях, награды стали ему приходить. Причем к юбилею хотели присвоить еще раз звание Героя Социалистического Труда. Он отказался. Он хотел Героя Советского Союза, потому что Герой Советского Союза, ему хотелось не только чтобы была компенсирована, как он считал, несправедливо, ему вновь хотелось вернуться в те годы, когда он был молодым, красивым и таким, и все получалось. И с этим тоже связано вот это маниакальное желание видеть все больше звезд на груди и на погонах. Это быстро очень уловили коллеги, которые стали охотно к юбилеям, потом уже к юбилеям подписывать, члены Политбюро должны были подписать все это, подписывали наградные листы. Ну, это усвоили коллеги в социалистических странах, которые также неустанно стали его награждать, и он с удовольствием принимал эти награды. Ему вручали дни, значит, саблю такую, замечательная эскадра, он всерьез берет эту саблю. Он стал расти в звании на столе полком, генералом армии. В какой-то момент он сказал, что генерал армии тоже маловато. А министром обороны он сделал Дмитрия Федоровича Устинова, который на войне не был, он был выдающимся организатором военной промышленности, но на войне никогда не был. Брежнев сразу решил сделать его маршалом, тут члены Политбюро немножко поежились, и Дмитрия Федорович сначала стал генералом армии, а потом все равно стал маршалом. И когда он стал маршалом, то сразу же коллегия Министерства обороны СССР представила в ЦК КПСС документы о необходимости присвоить звание маршала Советского Союза Леониду Ильичу Брежневу за его участие в войне, там выдающиеся полководческие операции и так далее. В ходе обсуждения там в Политбюро полководческие операции вычеркнули, но решили звание все-таки присвоить. Обсуждение приходилось с участием самого Леонида Ильича, и он так сказал, ну вот, я, конечно, немного сомневался, но вот товарищи говорят, что, во-первых, борьба за мир, она тоже приравнивается к военным победам. И ему присвоили звание маршала Советского Союза, сшили форму, в этой форме он появился перед партийными работниками совещания, повел так Пучинского, ну, дослуживался. Но это будет происходить потом, а поначалу Леонид Ильич занят делами промышленности, сельского хозяйства и борьбы за власть. Он учел опыт Хрущева и положил многие годы, практически все годы свое управление на неустанную зачистку политического пространства тех людей, которые могли быть ему конкурентами. А конкурент как бы был. Это упоминавшийся здесь Александр Николаевич Шилипин. И были в аппарате люди, которые говорили, ну, Леонид, ну, Леонид аж ненадолго, вот у нас есть железный Шурик, вот он и будет руководитель. Александр Николаевич Шилипин был по-своему выдающимся человеком, родился в Воронеже далеком, с блеском закончил школу и поступил в Москве несуществующий ныне ВУЗ, Московский институт философии, литературы и истории. Это была такая кузница интеллектуальных кадров, где учились все, там, и Солженицын учился, и Твардовский, и лучшие интеллектуалы страны прошли через этот институт. Когда началась война, да, во-первых, он поехал, когда началась финская война, он отправился добровольцем, вернулся с орденом Красной Звезды, его сразу взяли на работу в комсомолы, и во Вторую мировую войну Великую Отечественную встретил в роли секретаря Московского городского комитета комсомола по оборонной работе, и к нему пришла Зоя Космодемьянская проситься в партизанский отряд. И он потом рассказал, что он сначала отказал ей, потом она так просила, что она разрешила. И когда подвиг Зоя Космодемьянской стал известен всей стране, Маргарита Алигер, певица, поэтесса, отнюдь не официозная, написала поэму Зою, в которой написала Шелепене, потому что он решил ее судьбу. И Шелепен стал знаменитым на всю страну. Его сделали старинцы как комсомола, потом руководителем комсомола, и он очень понравился Хрущеву. Когда Хрущев в свои 50-е годы стал менять партийный аппарат, он хотел видеть молодых людей. И в Шелепене, который был человеком абсолютно целеустремленным, деловым, не отвлекавшимся ни на что, полностью сосредоточенным на деле, абсолютно некоррумпированным, абсолютно лишенным вот этого всего, он очень понравился. И он сделал Шелепен, сначала партийный аппарат взял, потом назначил председателем КГБ, а потом создал для него структуру, на которую возлагал большие надежды. Это был комитет партийно-государственного контроля. Это была особая структура, получившая права контроля над всей страной. Партийные структуры, военный комитет госбезопасности, не было ни одной территории, которую бы комитет партийно-государственного контроля не мог бы контролировать. И Шелепен получил все возможные должности. Он был и секретарем ЦК, и заместителем председателя Совета Министров. Он занял исключительную позицию в руководстве страны. и вел себя достаточно жестко. Несмотря на свою молодость, он был очень влиятельен. И вокруг него группировалось большое количество людей, прошедших через комсомольский аппарат. А другой-то ведь школы у нас не было, других социальных лифтов в советском обществе не было. Никакой другой возможности занять высокую должность, как пройти через комсомольский аппарат, в общем, не был. И к моменту снятия Хрущева и избрания Леонида Ильича Брежнева первым всталем ЦК. Вокруг Айсан Николаевич Шлепин сам по себе занимает важнейшую должность. Рядом с ним его соратники и друзья. Председатель КГБ, глава Гостелерадио, глава ТАСС, глава агентства печати новости, министр внутренних дел Российский Союз Министерство Хрущев упразднил. В партийном аппарате огромное количество людей и множество секретарей обкомов, недавние комсомольские секретари. То есть Шлепин человек, вокруг которого большая когорта видных руководителей, которые его видят в роли руководителя страны. И Леонид Ильич это понимал. И те люди, которые группировались вокруг Леонида Ильича, это тоже понимали. Я знал Шлепин и его друзей. В студенческие годы я вместе с родителем оказался в санатории в Жизнаводске, Добовой рощи. У меня было санаторие для начальства, где они поправляли здоровье для тех, кто страдал желудочными заболеваниями. Поскольку это было санаторие для начальства, то все, абсолютно все друг друга знали. И был только один человек, которого обходили стороной, с которым не здоровались, с которым не заговаривали, с которым даже боялись оказаться рядом. Это был Александр Николаевич Шлепин, лишенный к тому времени всех высших должностей. Он был в опале. И даже стоять рядом с ним было страшно. как кто-то донесет в Москву, что разговаривал с Шлепином. А с какой целью разговариваешь? Не заговор ли вы против Леонида Ильича? Затевает. И тут мои родители с ним беседовали, поэтому познакомились с Александром Николаевичем. И вот эта история о том, как человека сбрасывают вниз в Советский рейд, и он лишается всему, запало мне в душ. И привезло сильное впечатление как в юном был возрасте. Когда я стал заниматься журналистикой, появилась такая возможность сделать все, чтобы вернуть Александра Николаевича Шлепина друзей в истории и рассказать о них. И рассказал. Я встречался уже к тому времени, он ушел из жизни с его друзьями. Я спрашивал о их всех. И Владимир Федорович и семечасного, который был председателем КГБ, и других его соратников. Но вы действительно затевали козаков. И они честно отвечали, что нет. И объясняли, почему. Мы были еще слишком молоды, говорили о них. Наша очередь должна была наступить несколько позже. Но Леонид Ильич не стал доверять. Позже они хотят, не позже. Зачем рисковать? Он приложил большие усилия для того, чтобы они исчезли. Исчезли не только они. Первым на самом деле исчез первый секретарь Московского горкома Николая Григорьевича Егоровича. Сейчас никто не помнит это имя, но вечный огонь, который горит здесь, могила неизвестного солдата, это он поставил в Москве. Дело в том, что Егорович был человеком тоже прошедшим через фронт, но он прошел на передовой, он был слушателем бронетанкового факультета училища имени Баумана. В 41-м году училище Бауманской эвакуировали, потому что нужны были специалисты, они должны были доучиваться. Он отказался, сказал, было защищать свой город. И он ушел в дивизию добровольства, рассказывал мне, что они занимали позицию на мосту у химок. Говорят, ну, гранаты были, одежда была, в которую мы пришли, трехлинейка, мы должны были с немцем прорваться, взорвать мост. Прошел через больную, вернулся с орденом, и мы его взяли на партийную работу, и он возглавил Москву очень молодым, в начале 60-х годов, когда был подъем московское строительство, касается нового жилья, это все, что он сделал. И перед ним было ощущение неисполненного долга перед теми, кто оборонял Москву, потому что огромное число людей погибло, и ни памятников не осталось, и многие были похоронены и без имен, и все время ошло строительство Зеленограда, Звенигорода, строили Звенигород, копали землю и находили могилы, прадские могилы, в которых лежали погибшие в 41-м году красноармейцы без всяких документов, имена были неизвестны. И он стал добиваться того, чтобы поставили памятник неизвестного солдата, тому, кто сражался за Москву. Брежнев был против. Брежнев был против, по какой причине, по той, по какой все советские руководители не любили Москву и не любили вспоминать значение Московской битвы, а Московская битва была куда масштабнее Сталинградской, по количеству участвующих с обеих сторон войск, по масштабу и по последствиям она была значительной. Здесь был сломан хребет немецкой армии. Егорчик настаивал и настоял на своем. В 66-м году поставили памятник неизвестному солдату, а в мае 67-го зажгли вечный огонь. А в июне началась шестидневная война на Ближнем Востоке. Шестидневная война на Ближнем Востоке, в ходе которой израильские войска за шесть дней разгромили силы египетской и сирийской армии, да еще по иракской нанесли удар и по иорданской. И это был большой удар для советских руководителей. Не только потому, что Египет и Сирия были союзниками, а еще и потому, что воевали они советским оружием. И нужно было каким-то образом объяснить, как же это могло произойти, что мы и на пленами ЦК выступал среди пропустей доклада Леонида Ильича, Брежнева выступал первый секретарь Московского горкома Николай Григорьевич Егорович, который только перед войной был в Египте и видел, что там непорядок вооруженных сил. Он об этом сказал, выступая в трибуна, и сказал друг, что мы должны извлечь уроки из того, с какой скоростью израильская авиация уничтожила систему противовоздушной обороны в Сирии и в Египте. И он сказал, я как член военного совета Московского округа противовоздушной обороны не могу сказать, что у нас все в порядке с обороной Москвы. Он, говорю, почти цитирую. Ну, может быть, я несколько обостряю вопрос. Но когда речь идет об оборонной способности страны, надо это сделать. У нас проблема с техникой, старая система устарела, а новая создается очень медленно. Я считаю, сказал Егорович с трибуны с пленом ЦК КПС, что надо посвятить следующим пленам изучению ситуации обороноспособности страны и принять необходимое решение. Он мне рассказывал, что пока он говорил, было, в зале была мертвая тишина, потому что давно уже на пленах ЦК никто не говорил так откровенно, когда он закончил аплодисмент, то тоже было достаточно редкость. Его выступление восторгали, какая острота, какая постановка проблемы, ему вечером домой звонили. Николай Григорьевич не знал, что ночь была посвящена тому, чтобы подготовить контратаку. Дело в том, что чудовищно обиделся секретарь ЦК по оборонной промышленности и будущий председатель, будущий министр обороны Дмитрий Федорович Устином, это же его оружие. Недоделки в системе противовоздушной обороны Москвы, это его хозяйство не в порядке. А Брежнев обиделся предположением о том, что военные дела, прерогатива генерального секретаря, кто-то намерен обсуждать, может они еще и критиковать меня вздумают. И когда на следующий день пленом продолжился, один за другим были партийные секретари, у нас такие группы быстрого реагирования, один с другим выходили на трибуны и стали критиковать Егорычева, руководителя Узбекистана, Шараф Рашидов, Шарашидов, тот самый, который потом хлопковое дело, ему говорил укоризненно, товарищ Егорыч, оборона Москвы начинает с Узбекистана. А что Егорыч мне потом так обиженно говорил, ну, наверное, только в 1941 году в окопе-то я лежал, а не он. Егорыча сняли с должности, заменили, Виктором Васильевичем Гришиным, руководившим профсоюзами. Вот тот никогда не сомневался в величии Леонида Ильича, никаких острых вопросов не задавал, посвятил годы работы в Москве созданию образцового коммунистического, развитого социализма и образцового коммунистического общего, что-то не получалось, у него горком был заряд над этим всем и строжайшим образом запретил публиковать какие бы то ни было критические статьи о Москве, даже малейшие. Хорошо, помню, отец рассказывал, как эта статья у них в театрной газете он работал, о ГУМе, ну, по критиковой ГУМ, телефон, свертушка, это Гришин, у нас такая статья готовится, я думаю, не надо ее печатать. Поэтому у него в Москве была тише благодать и так далее. Егоры еще был сменен первым, а дальше в том же самом 1967 году председатель КГБ Семичастный вызывается на политбюро и ему предъявляют претензии. Дочка Сталина, Светлана Лилуева, которая отправилась в Индию хоронить своего мужа Индуса, попросилась в американское посольство и была отправлена в Соединенные Штаты. И Семичастный, ни о чем не подозревавший, был снят с должностью. Он сказал, так а я здесь при чем? Это Косыгин подписал разрешение на поездку, но никто его слушать не стал. Его утвердили первым заместителем председателя Совета Министров Украины и услали на Украину и он не разряжали приезжать в Москву до самых последних лет. Причем он себе часто рассказывал мне, что ну как вы освободили от должности, он поехал к себе в комитет, ну как-то дела сдавать, вызвал, говорит, замов, рассказываем, и вдруг звонил к дежурному, товарищ председатель в здании члены политбюро ЦК КПСС, ну хорошо, говорит, пусть приходят, оказывается прислали комиссию, чтобы проследить за тем, как он сдает дела. По-моему, говорит, сдал дела, значит, утвердили Юрию Владимировичу Андропову новым председателем, все ушли, говорит, остался, у него там сейфы, документы какие-то лежат, так я знаю, говорит, что членов комиссии потом распекали, как вы могли что-то. Убрали семичастного, а вслед за этим Владимир Николаевич Шелепин и секретарей ЦК перевели председателя ВЦС, поставили на профсоюз. Формально тоже член политбюро, фактически никакой политической власти. А дальше началась точечная работа. Тут Леонид Ильич был мастер, председатель гостей радио, посол на Австралию, председатель ТАСС, посол куда-то он в Африку поехал, министр внутренних дел, верхнюю вольт, он так шутил, ну хорошо быть, верхнюю вольт, что в нижнюю могли загнать. Человек тридцать или сорок все те, кто представлял Шелепинское окружение без каких-то без репрессий, без наказаний разослали, послали куда угодно. Это была брежневская манера. Никого там не в тюрьму, не дай бог, не зачем, просто на другие должны убрать от власти. Зачистил пространство. Но все равно продолжал следить за теми, кто вызывал сомнения. Ну вот, Шелепин, председатель Центра власти никакой, санаторий, дома отдыха, еще что-то. Шелепин приглашает к себе руководителя ТАСС, Леонида Дмитрия Афанча Замятина, что-то обсудить. На следующий день Замятина вызывает Брежнев, говорит, а что ты там у него делал? Замятина говорит, ну вот он пригласил пообедать, там что-то обсудить. Зачем ты к нему ездишь? Больше не ездишь. Через какое-то время Шелепина сняли и назначили заместителем председателя госкомитета по профессионально-техническому образованию. Это такой совсем, формально замени, совсем низкая должность. И ужас для Шелепина состоял не в том, что там лишился ЗИЛа, охраны, еще что-то. Он привык на руководительной большой должности, что его решение исполняется. Он сказал, сделано. А здесь, чтобы он не говорил, не исполнялось ничего. И вот в этой роли прокаженного я тогда его в санатории и увидел. На должность председателя КГБ Брежнев выбрал Андропу. Я думаю, по одной причине Андропов был чужой везде. Андропова не было ни клана, ни землячества, ни республики, которая стояла за ним. Еще в силу особенностей, характера и нездоровья Герой Владимирович был абсолютно одиноким человеком. Полностью зависел от Брежнева и в этом качестве и устраивал Брежнева. Андропов знал, что он и дня не просуществует, если они далеча кто-то снимет с должности. Поэтому держался за Брежнева и делал все, чтобы у Брежнева все было в порядке. Леонид Ильич оказался мастером, гением вот этой закулисной кадровой работы. Но она продолжалась и дальше. был такой первый заместитель председателя Совета Министра Дмитрий Степанович Полянский. Видная фигура, человек, деловой арест, не рассказывал один видный партийный работник, происходивший из Белоруссии, что, во-первых, заместителем был Полянский, был Мазаров Кирилл Трофимович, происходивший из Белоруссии. Так вот, если по делу, если поговорить, то к Мазарову, а если по делу, то к Полянскому. Был очень деловой человек, но самостоятельный, с некоторыми своими представлениями. И недолго он просидел в этом кресле, заседание Политбюро, и что-то Полянский задумался, и вдруг слушает, что такое министр сельского хозяйства, поднял голову, что такое, мой сосед говорит, от тебя назначают министром сельского хозяйства. Полянский говорит, да как, я, тоже, я, может, не совсем здоров для такой должности, на что Брежнев сказал, мы тут все не совсем здоровы, мы справляемся, что значит, это было понижение, первый заместитель главы правительства, одно министр, другое, министром долго не продержался, его назначили послом в Японию, это я тоже запомнил, потому что мой отец ему позвонил, поздравил, а потом приходит домой, поздравил Полянского, он мне говорит, ты знаешь, сейчас сижу, читаю Ленина о Японии, так интересно, когда у меня отец это перескал, у меня смех разобрал, потому что я как раз в те студенческие годы изучал японский язык и Японию, и хорошо знал, что написал Ленин про Японию, ничего, у него была где-то одна фраза, что японцы хорошо относятся к детям, больше ничего Ленин про Японию не писал, Брежнев, Брежнев продвигал людей, которых он хорошо знал, Хрущев уничтожил союзное Министерство Внутренних Дель, потому что оно было как наследницей НКВД, он хотел избавиться от этого наследства, и министром Внутренних Дел России был Вадим Тикунов, генерал, бывший заместитель Шерепина по Комитету Госбезопасности, но ясное дело вот такой министр не устраивал, Леонид Ильич проводит решение о воссоздании Союзного Министерства Охраны Общественного Порядка, но на всех совершения МВД, и предлагает на роль министра человека, с которого он знал еще с довоенных времен, Николая Анисимовича Щелокова, работавшего в Молдавии, он был в тот момент вторым секретом ЦК Компартии Молдавии, которого некоторые в Москве сильно не любили, и назначение шло медленно, но Леонид лично стоял, и Щелоков стал министром внутренних дел, потому что Леонид Ильич его знал, и знал, что Щелоков будет его человеком. Ну, тогда ходила шутка, что история России делится на допетровский, петровский, днепропетровский период. На самом деле члены были более сложные, был днепропетровский, молдавский и казахстанский период в истории, то есть по тем местам, где Леонид Ильич с кем-то работал. Константин Устинович Черненко, который потом сам стал главой государства, работал с Леонидом Ильичем в Молдане. Когда Леониду Ильичу понадобился человек, который заведовал бы общим отделом ЦК КПСС, а это даже невозможно представить важность этой структуры, это все общение со страной и общение страны с властью, все идет через общий отдел. Ну, скажем, председатель КГБ раз в неделю приезжал к генеральному секретарю и докладывал ему наиболее деликатные вещи. А все остальные документы шли через заведующего отдела, общего отдела. Константин Устинович Черненко держал в руках всю жизнь партийного аппарата. И это Леонид Ильич поставил на дождь, потому что Константин Устинович, как мне выразиться интеллигентнее, ввиду небольших личных способностей, на большую карьеру рассчитывать бы не мог. Но как глубоко искренне преданный Леониду Ильичу шел неостановимо по лестнице, пока сам не оказался главой государства. На Украине был человек, который руководил Украиной, Петр Ифимович Шелест, упоминавшийся здесь, человек, любивший Украину. Можно оценивать по-разному, но он точно любил Украину, точно заботился о ней. Но Леонид Ильич еще на Украине был друг, хороший друг, настоящий друг из тех друзей, на которых можно положиться. Был Виктор Васильевич Щербицкий. А Щербицкого Хрущев как-то не любил, загонял куда-то в область. Леонид Ильич стал восстанавливать справедливо. Сначала сделал главой правительства Украины и ввел в политбюро. Не было такого никогда, чтобы от одной республики два представителя ходили в политбюро. Не было такого. Ввел. А потом в какой-то момент Петр Финншелест приехал в Москву на пленум ЦК. И вдруг перед пленумом Леонид Ильич заводит и все в колено и говорит «Слушай, Петр, что ты засиделся там на Украине? Давай ты сюда, назначим тебя заместителем председателя Совета, и будешь нам помогать». И мгновенно изъяли Шелеста и поставил во главе Украины Виктора Васильевича Щербицкого, который бесконечно был ориентирован на Брежнева. Каждое выступление начиналось сейчас звонил Леонид Ильич, просил передать вам привет и пожелания наилучшие. И Брежнев точно знал, что украинская партийная делегация, а это много членов ЦК, всегда на его стороне. Это позволило Леониду Ильичу избавиться еще от одного человека, который да не было в нем ничего брежневского, но они были когда-то на равных. И он забыл, что теперь Леонид Ильич уже не такой же, как он, авождь. И обращался к нему, ну, не публично, конечно, по имени Леоня, на ты, ну, в общем, как-то вот допускал такое непонимание, создавшейся ситуации. Это был Николай Ильич подгорный, который был тоже секретарем ЦК, как и Леонид Ильич, а потом, брежнев, чтобы немножко избавиться от него, сделал, посадил на свое некогда любимое место представителя президента Верховного Совета СССР, то есть, формально президент. А Николай Ильич делал вид, будто и в самом деле президент, и любил с иностранной делегацией принимать, и еще что-то, и свою позицию на политбюро высказывал такую, и Леонид Ильич раздражал. Николай Викторович был человек тоже скромных, способностей, мне вот Замятин рассказывал, который был тогда генеральным директором ТАСС, говорит, вызывают срочно подгорный, еду к нему, приемный просит подождать, занят, Николай Викторович занят, а я сижу, говорит, полчаса, 40 минут, а Замятин был такой человек с характером, не любил, когда заставляешь ждать, говорит, я отвел охранника в сторону, говорит, что там случилось, в домино играет. Пленум Центрального Комитета партии, члены ЦК, здесь сидят члены Политбюро, Николай Викторович Подгорный, рядом с председательствующим Сусловым, с Михаилом Андреевичем, все слушают, выступают, выступает первый секретарь Донецкого обкома партии и говорит, дорогие товарищи, уважение за слуг выдающихся Леонида Ильича Брежнева, предлагают избрать Леонида Ильича председателем Президиума Верховного Совета СССР. Подгорный изумлял поднимает голову, Иисус говорит, как, что случилось, мы же ничего не договорились, выступает следующее и то же самое произнес, готовая речь, все эти речи подготовлены к Подгорному в этом не посвятили, и на глазах сидящего Подгорного его освобождают от должности председателя Президиума Верховного Совета СССР разбирает, рекомендует на эту должность Леонида Ильича Брежнева, что он растерянный Подгорный говорит, Суслов, мне что, уйти? Он говорит, это еще не пока. Выступает следующее, говорит, ну, в связи с тем, что Николай Ильич Подгорный освобождается от должности председателя Президиума, предлагаю вывести его из состава Политбюро. Проголосовали после этого Суслов Поваренко говорит, ну, теперь мы в шутки. Подгорный спускается вниз, и там, куда он спустился, было одно пустое кресло, стул. То есть отдел оргпартработы заранее знал, измутся, за которым был пустой стул селтый. О, вышел из Донецка пенсионер. Ильич избавился от человека, который его просто раздражал. И так продолжалось неустанно, пока в Политбюро не остались люди, которые не мыслили себе жизни без Леонида Ильича, не могли бы ничем руководить уже ни в силу здоровья, ни в силу чего бы это ни было, зависели от него, и поэтому просто молились на Леонида Ильича. Как говорил ему Арвид Янович Пельша, такой был председатель Комитета партийного контроля, он был далеко за 80, ты, Леонид Ильич, только живи. Если бы, говорю еще раз о его лечащего врача Евгении Иванович Чазову был рецепт бессмертия, то Леонид Ильич, думаю, сейчас был бы генеральным секретарем ЦК КПСС, настолько устойчивый он создал политическую конструкцию, которая оставляла власти даже в тот момент, когда он стал тяжелоболем, Хрущев-то до последнего момента, когда он оставался у власти, это был в полном здоровье, а Леонид Ильич достаточно быстро здоровье потерял. Вот это чем он болел, довольно история кающейся страны. Леонид Ильич, прошедший через войну, Леонид Ильич, закаленный политический боец, был человеком с тонкой нервной организацией, он падал в обморок. Были переговоры сложные с чехословацкой партийной делегации и прямо на переговорах он упал. Его поняли, вынесли в соседнюю комнату, вызвали Чазова, испуганный, что инфаркт, инсульт, что-то еще. Чазов осмотрел, вызвал там еще хорошего врача и говорит, это извращенная реакция организма на эмоциональное усталость. Сейчас говорит, поспи-то вернется и точно. Леонид Ильич поспал и вернулся и продолжил переговоры. Леонид Ильич Брежнев тяжело переносил нагрузки. Как ни странно это прозвучит. И ему хотелось, он считал, нужно много спать. Но казалось, что он должен очень много спать, часов в 10. Поскольку я сейчас в возрасте Леонида Ильича того времени, то я понимаю, что в таком возрасте 10 часов спать невозможно. Да, в общем, и не нужно. Но Леонид Ильич оставался присвоен не меньше 10 часов. Поскольку естественного сона такого быть не может, сна такого быть не может, то ему требовали снотворный. И он требовал снотворный. А снотворный тогда, понимаете, 70-е годы, были сильными побочными действиями. Он глотал эти снотворные, утром не мог прийти в себя, а его ждали. А сон там в поездках, за гранишек надо быстро встать или здесь какие-то совещать. Значит, врачи давали ему препараты, которые его поднимали на ноги. И он оказался на таких качелях, которые быстро, очень быстро разрушили его такую нервно-сосудистую систему. И Евгений Иванович Чазов, он как мог пытался помешать такому приему неконтролируемого снотворного. Даже обращался к председателю КГБ, к Андропу, что вот там Эдзигуны, другие люди дают ему лекарства, надо бы запретить. Но что Андропу ему сказал? Ну, Леонид Иванович генеральный секретарь. Ну, кто может ему помешать принимать снотвор? У него были потом сосудистые кризы. Один был после переговоров, трудных переговоров с президентом Соединенных Штатов Джеральдом Фордом во Владивостоке. Трудных потому, что нужно было пойти на компромисс. Леонид Иванович Брежнев, мы с вами об этом говорили, был действительно человеком, который хотел во что бы то ни стало избежать войны и снизить напряженность. И если возникла разрядка напряженности, если ослаб страх войны на территории Европы и в мире, то только благодаря ему. Он действительно приложил для этого большие силы. А это было непросто, потому что ему надо было убеждать не только американцев, поверить ему, а прежде всего собственный военно-промышленный комплекс. Ему нужно было договариваться с собственными генералами, которые не хотели сокращать арсенал, которые подумать об этом не могли. И его помощник по международным делам, Александр Фагентов, рассказывал, как на заседании Совета обороны зашла вещь о том, что надо сократить какое-то количество ракет, и американцы сократят, а военные ни в какую. И в какой-то момент совершенно, говорит, разгневанный Брежнев, говорит, хорошо, не будем сокращать, вы можете мне гарантировать, что в результате этого наша обороноспособность повысится, и мы себя будем чувствовать увереннее и безопаснее. Говорит, нет, ну только чего вы сопротивляетесь? И заставил их в тот момент, но он не мог до бесконечности давить, потому что, ну как, нельзя идти против собственного генералитета, он председатель Совета обороны, если к нему приходит министр обороны, говорит, нам нужны деньги, потому что американцы создали новую ракету, дайте нам денег, мы должны ссать против ракетам. Брежнев говорит, ну как я могу отказать? На переговорах с Фордом предстояло пойти на взаимный компромисс. И когда он, Брежнев, прилетел в Владивосток, ему, значит, позвонили из Москвы, тут еще там был подгорный, грешки, он говорит, что-то мы сомневаемся, надо ли идти, обманут американцы. Брежнев пришел в гнию, потому что, ну, сорвались переговоры, он говорит, ну хорошо, я сейчас прерываю переговоры, мы прилетаем с граммой министра иностранных дел в Москву дайте на политбюро, поставим вопрос и выясним, кто из нас прав. Вы или я? Ну, те испугались и пошли на, согласились на это компромиссное сокращение, но Брежнев это стоило дорого. У него произошел какой-то сосудистый такой криз, и после этого он стал себя чувствовать все хуже и хуже. Проявлялась его болезнь вот в чем. Он тянул интерес к жизни. Его горизонты сузились. Если раньше он принимал множество людей, все время звонил первым секретарем обкомов и разговаривал с ним все, спрашивал мне. Вот я, понимаешь, Рямов, который был секретарем Свердловского обкома, расслышал, звонит Брежнев. Сначала говорит, допросит меня об оборонном комплексе, потом о промышленности, потом о сельском хозяйстве, как у нас дела, и всерьез спрашивал. Брежнев звонил, выяснял, принимал, беседовал, решал, если мог. Стал терять интерес, перестал разговаривать, то есть ему приводили людей, он реагировал вяло, ничего не спрашивал, ничем не интересовался. Заседание Политбюро, а так было заведено повторником секретаря ЦК, в четверг заседание Политбюро, секретаря ЦК ведет тот и секретарей ЦК, ну, как бы второй человек в партия, а Политбюро нужно вести сам Брежнев. Ну, и там были дискуссии, там были обсуждения, дискуссия исчезает, обсуждение сокращается, потом все короче и короче, потом уже дошло до того, что начинается Политбюро, Чернянка говорит, вот Леонид Ильич такой-то вопрос с товарищами обсуждали, мнение специалистов запросили, предлагается решение такое. Брежнев кивал, второй вопрос, третий, и все, он уезжал, и на этом все прекращалось, наступила стадия тяжелого упадка. Я думаю, однако, что связано было это не только с его состоянием здоровья, но и с постигшим его тоже, как и Хрущева, до него чувство разочарования, потому что Брежнев действительно взялся руководить страной, промышленностью, сельским, особенно сельским хозяйством, считался специалистом по сельскому хозяйству, в деревне, начинал в деревенстве, с надеждой, что он сумеет поднять, а ничего не происходит, а сельскохозяйственное производство падает, а продовольствие приходится закупать. В экономике ситуация тяжелейшая, промышленности, в середине 70-х годов, в начале 70-х годов, на пленумах ЦК, он еще говорил откровенно, он говорил, ну что у вас там скопилось, 20 тысяч пар обуви, которые никто покупать не может, ну как же мы до этого дошли, сколько ресурсов мы на это потратили, зачем вы сделали столько порубий, которые никому не нужны, а вот товарищ Казанец в Министерстве Черной Металлогии, вы хвастаетесь, что вы управляете больше стали, чем американцы, так у вас только 40%, что вы упускаете это сталь, остальное все в отходы идет, он не мог понять, почему так происходит, как и Хрущев, мысль о том, что эта система в принципе не может работать, она конечно же ему в голову не приходила, это было невозможно, и он стал от нее отстраняться, а вы знаете, и чем дальше это происходило, тем больше возникало в стране ощущение такой безнадежности, и какие-то были яркие примеры, которые объясняли это в литературной газете, была полосная статья Аркадия Вазборга и блестящая область, которая называлась «Вешние воды», она была вот, наверное, в 40 лет назад, где-то в 78-м году, запомнила на всю жизнь, речь там шла вот о чем, в хорошей области, по случаю 1 мая праздник отметили, премию выдали, и совхоз загулял, загулял совхоз, люди в гости ходят, отмечают праздник, веселятся, а это же вот наводческий совхоз, там скот, коровы, они требуют, чтобы их доили, их надо доить, а совхоз гуляет, они требуют, чтобы их доили, а совхоз гуляет, в общем, они довели до того, что весь скот упал, то есть все, по голове погибло. я помню, что когда я прочитал это тогда, ну, и студенческий уход был, я ему позелел, и подумал, ну, когда это такое было бы, чтобы крестьянин позволил корове пасть из-за того, что ее не подоили, да крестьянка же вставала среди ночи, чтобы подоить корову, на корову молились, корову кормили, от себя отнимали, корову молились, корову кормили, потому что это невозможно было, ни один крестьян, ни один хозяин никогда не позволил бы, чтобы у нее скот упал, а у них погибло все по голове, то, что они отмечали. Это был результат того, что создала советская система, при которой им было совершенно все равно в соходе есть, коровы нет, корову не зарплату получали из бюджета, и продолжали ее получать после того, как скот упал. Ничего измерить и поделать с этим было нельзя. Или нет, речь, видимо, внутренне это ощущая, хотел от всего этого отсоединиться, не хотел этим заниматься. Он поначалу называл себя отвечающим за сельское хозяйство, потом переложил до сектория ЦК Федоровича Кулакова, который в 78-м году неожиданно умер и был из-за этого Михаила Сергеевича Горбачева перелив в Москву, тоже секретарем ЦК. Отдалял себя, отдалял, не хотел слушать Байбаков, председатель Госплана СССР, который все знал о промышленности, пытался на заседании Политбюро изложить картину происходящего. Брежнев скучнил, говорит, ну что, мы должны слушать Байбакова, не надо нам. но я вот у тебя в прошлый раз слушал три дня больной, был, не хочу это. Он стал отдаляться, отстраняться, и последствием этого было еще большее такое ощущение бессмысленности и безнадежности. Вот, пожалуй, настроение, которое тогда господствовали в Советском обществе, и чем дальше, тем большее вот это ощущение проникало и разлагало происходящее. Брежнев поначалу был человеком, который, вообще говоря, все трезво признавал. Он даже не просил, скажем, переключать свет, когда он едет на машине с картежем. А потом стал говорить, ну ничего, люди подождут, я же еду, я же, что же, я должен стоять, тоже ждать. Потом, когда к нему приходили с какими делами, стал говорить, я что, один, что ли, в ЦК работаю, больше некому пойти, чтобы просто отстраняться от всех дел. Виктор Суходрев, его переводчик, замечательно рассказывал, Звонок летом, звонок Брежнева, срочно приезжай. Я говорю, приезжаем, сидит Брежнев за столом, пустой стол, ничего, лежит, такая толстая, знаешь, такая толстая книга, и Брежнева говорит, слушай, вот мы столько в Америке были, мне Линкольн подарили, а я, знаешь, что подумал, вот я сейчас здесь сижу, а вот на пенсии-то выйду, где я запчасти найду? Вот смотри, это каталог всех деталей, садись, выпиши, какие запчасти могут понадобиться, я их запрошу, сейчас все пришли. Суходрев говорит, Леонид Ильич, машина-то хорошая, какие запчасти, ничего не сломать, не-не-не, ты давай-давай, вот сядь, и какие надо, выпить. Суходрев говорит, я сажусь, начинаю какие-то думать, ну какие-то запчасти, все в Брежнев, скушно, в окно смотрят, звонок под домофон, у меня был такой аппарат, большой, он кнопку нажимал, и не снимая трубки, разговаривал. Это секретарь ЦК по промышленности, Кириленко. Леонид Ильич, вот врачи говорят, надо мне в отпуск. Говорит, а зачем тебе в отпуск? Ну вот, а скучно, зачем тебе в отпуск? Ну вот, врачи, надо отдохнуть, и когда ты там, ну ладно, не уезжай, нажимает кнопку, и так мечтательно, глядя в окно, ну и соратнички, у тебя, Леонид Ильич, кто в отпуск? Кто еще куда? А ты сиди тут, дядя Леоня, один, и со всем этим занимайся, не могу повторить то слово, которое он сказал. Андрей Павлович Кириленко, отвечавший за промышленность, тому времени страдал тяжелым заболеванием мозга, и, как правило, все забывал, и вообще уже практически ничего не было. Чудесный актер, такой Евгений Матвеев, покойный, который Брежнев играл в фильме «Освобождение от мира», как у нас были дружеские отношения, и он рассказывал, что, значит, фильм снимали, и там по соратнику Леониду Ильича, Игорь Кириленко тоже надо снять, приехали к нему на дачу. Кириленко вслез. «Спасибо, Леониду Ильичу, что вспомнил обо мне». И слезы просто. Потом он надо сказать несколько слов, а он не может. Мы, говорит, ему на таком большом листе написали, держим, а он прочитать без очков не может, а очки одеть не хочет. Матвеев очень смешно еще рассказал. Значит, но Леонид Ильич ведь во всех документах до последнего времени писал, что он украинец. Это он потом, когда стал руководителем партии, он стал русским. Ну, соответственно, его манер разговора, этот южно-русский говор с таким сильным фрикативным «г», он был не только предметом насмешек, но и стали за ним чиновники повторять, и стали гыкать. Кто не помнит, гыкали наши чиновники, каждый, кто мог. Значит, а снимается вот фильм про Леонида Ильича, «Освобождение», Леонид Ильич играет красивый Евгений Матвеев, и вот Матвеев мне рассказывает, и я задаю вопрос председателю гостя радио Ермашов, Филипп Тимофеевич, а мне как говорить? Вот на чисто русском или как Леонид Ильич выкаю? Фермах задумал серьезный вопрос политического свойства. И будучи у секретаря ЦК Михаил Андреевич Суслова, который был вторым человеком в партии, спросил артист Матвеев, которым предстоит играть Леонида Ильича, задает вопрос, а как ему говорить? Суслов в него посмотрел, недоуменно говорит, а в чем вопрос? Вот про меня говорят, будто я окою, а я же не окою. И Леонид Ильич, если кто фильм смотрел, он говорит на обычном языке. Все руководство страны было довольно страшно смотреть, потому что это действительно были очень пожилые люди, очень болеющие. Михаил Андреевич Суслов ключевая фигура в партийном руководстве, потому что он контролировал все бумаги, за всем следил, за каждым слугом. Там один из помощников генерального рассказа говорит, составляем бумагу о поездке Леонида Ильича куда-то, пишем исторический визит. Он вычеркивает, говорит, нет, исторический будет, когда он в ГДР поедет. Это другое. Вел секретаря ЦК, за все отвечал. Никому не позволял говорить долго, говорил очень коротко, ясно, принимал, сразу же принимал решение. Ровно к шести часам на столе не оставалось ни одной неотвеченной бумаги, ни одного неотвеченного звонка. Шесть часов вставал, уезжал. На машине ездил со скоростью 40 километров. Я помню, мы однажды оказались в хвосте. Никто обогнать Михаила Андреевича машину не решался, потому что, как говорил первый секретарь городского обхома Толстяков, говорит, сегодня обоишь, завтра обоишь, а послезавтра уже не на чем будет обгонять. Михаил Андреевич страдал стенокардией, у него был сердечный заболевание. Но он считался абсолютно здоровым человеком. И на разговоры врачей о том, что вам надо лечиться, принимать лекарства, отвечал, что нечего мне лечиться, а рука у меня болит, это просто суставы ноют. А у него тяжелая стенокардия, у Ячазов рассказывал, уже надо лечить как-то. Ну, для второго человека в партии нашли решение северо-маканских Соединенных Штатов. Заказали мазь с сердечными препаратами. Мы изготовили, привезли, стали руку мазать. Естественно, он стал себя чувствовать лучше, он им сказал, ну вот видите, они говорили, сердце, сердце. Я же говорю, что рука. Ну, пока Михаил Андреевич в январе 1982 года не положили в больницу, где он мгновенно умер, и были похороны. И запомнилось мне это хорошо, потому что работал я на Пушкинской площади, через которую надо было пройти к колонному залу, и там такое было. Установили заграждение, стояли сотрудники милиции, проверяли, зачем вы идете. И человек пришел передо мной, злобно, но не стеснялись, сказал, ну вот, генеральную репетицию устроили. Что само по себе давало не смех, а просто было свидетельством отношения к людям, но не умирали, не вызывало никакого, ну какого-то естественного сочувствия, а вызывало только еще больше и растущее раздражение. Характерно, что Леонид Ильич уже был очень больным и нездоровым, следил за тем, чтобы никто слишком много власти не получал. Вот секретариат ЦК, а секретариат ЦК, ну тут много людей молодых, Сталин говорил, тоже вот мы говорили об эпохах, была эпоха, он говорил, матриархата, патриархата и секретариата. Вот секретариат ЦК было место, где принимали все ключевые кадровые решения. Ни одно важнейшее кадровое решение без одобрения секретариата ЦК не принималось. Поэтому человек, который вел секретариат и владел большой властью. И человек, который вел секретариат и был как бы вторым секретарем ЦК. Должности такой не было. Ну, и Леонид Ильич заявил за тем, чтобы никогда никто не мог на эту должность претендовать. Чаще всего секретарь отвел Михаил Андреевич Суслов, которому Брежнев доверял. Он всегда говорил, ну, когда Михаил Андреевич в Москве, мне спокойно. Но помимо Михаила Андреевича был Андрей Павлович Кириленко, с которым когда-то работал на Украине, Леонид Ильич, которому доверял. И они друг друга решение отменяли. Михаил Андреевич был очень властным человеком. У меня рассказано, секретарь, это какое-то решение принимает, Суслов одобрил. Он встает, первый заместитель заведующего отдела «Моркпартработ» и говорит, Михаил Андреевич, так Леонид Ильич сказал. Я поговорил с Леонидом Ильичем. Ну, когда Михаил Андреевич отправился в отпуск, свое решение Андрея Павлович Кириленко отменил. Когда Михаил Андреевич ушел из жизни, Леонид Ильич сделал секретарем ЦК Андропова, но секретарь АТЦК Леонид Ильича Константиновича Чернин никому власти, да это уж совсем перед, почти что перед концом жизни, Леонид Ильич власти никому не дало. То, что он заболел, отошел от дел, перестал ими интересоваться, сыграло пагубную роль в истории нашей страны. Потому что, стопроцентно уверен, что если бы Леонид Ильич был здоров, он бы решение о вводе войск в Афганистан бы не принял. Потому что военные даже ясно осознавали гибельность такого решения. Я вам скажу, каждый, кто там побывал, пойму. Я там был, ну, ладно, обстреливали это окно, но я проехал от Кабула к перевалу Саланг. Это была единственная дорога, по которой шло снабжение нашей армии. Единственная дорога. И это узкая дорога в горах, где не спрятаться, не увернуться. Я когда там оказался, я сразу вспомнил первые фотографии, которые я увидел из Афганистана. Они были из журнала «Штерд» Большого иллюстрирована. Там был первый разворот. Там была вот эта горная дорога, по которой едут три советских бронетранспортера. Следующий разворот подбит. Первый бронетранспортер. Следующий разворот подбит. Последний. Еще разворот подбит. Они всегда одеваться было некуда. Мы ехали, я сейчас не помню, сколько от Кабула до Саланга было часов. Ну, может быть, часа четыре, не меньше. И все эти четыре часа, что мы ехали, я сидел такой. А вот там, на склоне, была загоревшая наша техника. И это уже и многое убрали. Там деваться было неоткуда. С другой горы, гранатомет, вид не спрятаться, не уклониться, не уехать, ничего невозможного. Просто человек с базовым военным образованием не мог этого не увидеть. И маршал Агарков, начальник генерального штаба вооруженных сил СССР, возражал против ввода войск, потому что это понимал, на что ему председатель КГБ Адропов сказал, что это политическое решение, ваше дело исполнять. Но я думаю, что будет Леонид Ильич в другой форме, он бы, конечно, этого не сделал. Но решение за другим становилось все более тяжким для страны. Вот история с ракетами средней дальности, которая сейчас вдруг оказалась так актуальна, потому что Соединенные Штаты вышли из договора. А я помню, как он заключался при Горбачеве. А еще даже помню, как возникла проблема с ракетами средней дальности. Я только начинал свою профессиональную жизнь 40 с лишним лет назад. Это было, когда Советский Союз установил модернизированные ракеты «Пионер» по натовской классификации СС-20 на дивизоре Чехословакии и ГДР. И тогда обиделись руководители европейских стран. Приехал канцлер Западной Германии Гельмут Шнур. Он человек был разбиравшийся в военных делах. Он служил в Вермарте, потом был министром обороны, возглавлял военный вирус и хорошо разбирался. Он приехал в Москву и сказал, зачем вы это сделали. Эти ракеты предназначены не для ответа Соединенным Штатам. Это ракеты, которые устремлены на нас. Что я должен сделать в ответ? Я должен установить такие же ракеты. Зачем вы это сделали? Мы устали, что нет предмета для разговора. Мы всего лишь модернизировали старые ракеты. Мы в своем праве. Мы устали надеяться на антивоенное движение в Европе. Эти переговоры шли несколько лет. И в наших руководителях всегда возникает ощущение, что европейцы, американские, вялые. Ничего не произошло. Несколько лет шли переговоры, а потом было принято решение о размещении на территории Западной Европы крылах ракет «Тамагавка» и ракет «Першин-2». И когда их установили, то на заседании Политбюро министр обороны Дмитрий Федорович Рустинов сказал, подлетное время несколько минут. Мы не успеем с вами даже добраться до благоубежища. То есть история с установкой ракет не только не укрепила обороноспособность страны, а ворот ее ухудшила, а стоила огромных денег. Вот я думаю еще раз, что если бы Леонид Ильич был к тому времени еще, так сказать, функционирующим в полу меры, он бы, конечно, так не поступил, потому что есть понятие разумность, достаточность. Если у тебя есть тысяча ракет, способных доставить ядерные боеголовки на территорию противника, то это достаточно того, чтобы его уничтожить. Если ты сделаешь полторы тысячи или две тысячи, это ничего не изменит, потому что ты его такой уничтожишь. А расходы ты понесешь колоссально. А еще противник что-то придумает, тебе придется отвечать. Но вот, к сожалению, в последние брежневские годы были временем его упадка, росты чудовищного напряжения в мире. Я даже хорошо помню статью в газете «Правда», написанную первым заместителем заведующим международным отделом ЦК КПСС Вадимом Загладиным, где говорил, что никогда еще после Второй мировой не была так велика опасность новой войны. И вот Леонид Ильич Брежнев уходил из жизни вот в такой вот атмосфере. На самом деле, ничто как бы его смерть не предвещало, хотя он очень как бы пломб был, но умер во сне, счастлива в определенном смысле. На похоронах его никто не плакал, кроме его жены, которая плакала, которая его перекрестила. И судьба, кстати, его семьи сложилась крайне печально. Ну, про Викторию Петровну Брежневу вообще какие-то гадости все время рассказывает. А была она очень преданным ему человеком, и несмотря на весь интерес Леонида Ильича к слабому полу, пользовался успехом у женщин, и всю жизнь пользовался. Они прожили в таком любви, в любви согласии. И вот даже в последние годы, когда Брежнев сидел и завидовал в этом военном заповеднике, где он охотился, кишли какие-то совещания, все время снимал трубку спецкоммутатора, подсоединительная с Викторией Петровной, все время здесь что-то обсуждал. Она на фотографиях, которые встречаются последние, ну, чаще всего она плохо выглядит. Но это снимки позднего периода ее жизни. Она болела, у нее был диабет, и полк себя чувствовала. А у меня снимки ее юные, очень красивые. У меня есть снимки, сделанные на пляже. Это очень приятная для мужского глаза картина. Прекрасно понимаю Леонида Ильича. И все истории дамские Леонида Ильича нисколько не мешали их браку и согласию. С детьми у них возникла трудность большая. Сын Леонида Ильича, Юрий Леонидович Брежнев, был почти копией отца, только мельче. Во всех отношениях, к сожалению, мельче. И отцовская карьера ему не пошла, с одной стороны, на пользу, потому что он отправился работать в торгпредство, в Швеции, потом быстро стал торгпредом, потом он вернулся в Москву, возглавил управление, внешнеторговое объединение в рамках Министерства внешней торговли, потом заместитель министра, первый заместитель министра. Но он наивно думал, что люди, которые, говорит, какой он потрясающий руководитель, какой он блистательный внешнеторговец, какой он замечательный человек. ему в самом деле кажется, что это реально ему говорят, а не потому что он сын генерального секретаря. Ему все время наливали, он не отказывался от горячительных напитков, что никогда никому не идет на пользу. Но на его счастье у него была замечательная жена, которая очень о нем заботилась и удержала его от каких-то поступков, которые бы ему совсем дорого обошлось. А вот Галины Леонидовны рядом не было такого человека. Она была... Она внешне не была на Леонидовича похожа, но она была похожа на нее темпераментом и страстью. Она была очень страстная женщина, она была созданна для любви, она хотела любви, она жаждала любви. И она была очень хорошим человеком. Она ведь в первый раз вышла замуж за вдовца, у которого было двое детей. Не всякая молодая девушка примет на себя такие обязанности. Она вышла за Милаева, известного циркового артиста, у которого было двое маленьких детей от первого брака. Она заботилась о них, она была им хорошей матерью. Но потом эти отношения закончились, это бывает часто. И она влюбилась, она встретила человека, того единственного человека, которого она любила по-настоящему. Это была вот любовь, дарованная им сверху. Но ужас состоял в том, что она полюбила человека, который был значительно ее моложе. И для родителей, ну представьте себе, это начало 60-х годов. Для Леонида Ильича и для Виктории Петровны, людей консервативного воспитания, мысль о том, что дочка выйдет замуж за человека, значительно моложе ее, казалось невозможным. Они еще искренне считали, что это блажь, увлечение, которому надо помешать. И помешали. А это была настоящая любовь. У меня письма лежат от ее, которые Галина Леонидовна писала, Игоря Киева. Она действительно его любила, и он ее любил. И они были бы счастливы. Но Леонид Ильич счел своим долгом разрушить их брак, и разрушил, и разрушила ей жизнь. Она больше никого полюбить не смогла. Было множество мужчин, которые вращались вокруг нее, полагаю, более потому, что она носила эту громкую фамилию. Ижи, она стала увлекаться тоже горячительным напитком, что жизнь опустела. Она не была создана для работы, хотя она даже в какой-то момент хотела стать научным работником. Она написала статью. Коллега моя была, хотела заниматься историей. Написала статью об интервенции в годы гражданского и на Дальнем Востоке. Принесла историю СССР, журнал к будущему академику Полякову. Напечатала эту статью. Потом она сказала, что хочет написать диссертацию. И диссертацию принесла том. У меня есть этот том большой. У меня написали вдовремя с подругой. Галина Леонидовна не знала, что диссертации пишутся поодиночке. Когда ей Поляков это объяснил, членка исполнительной академии наук, она немножко поскучнела. Она не была создана ни для научной работы, ни для какой работы. Она работала в ОПН тогда на Пушкинской площади. Потом в историко-дипломатическом управлении министерства и на самом деле ей было скучно. Она была создана для любви, но любви больше не было. Она встретила человека, который родителям понравился, Юрий Михайлович Чурбанов. Такой был солидный. Работал он ЦК комсомолом, был женат, у него был ребенка, развелся. Они поженились. И карьера Юрия Михайловича пошла невероятно. Он быстро стал генерал-полковником, первым заместителем министра внутренних дел. И они оба стали вошел в Центральный комитет. Что, в общем, как-то вызывало некоторые сомнения. Секретарь ЦК по кадрам, Майл Васильевич Капитонов, у Брежнева накануне партийного съезда как-то аккуратно спросил относительно родственников. Ну что, Брежнев обиженно сказал, а что, говорит, мои дети лишенцы, что ли? Лишенцы – это те люди, которых после революции лишали избирательных прав. Ну, значит, оба они были избраны в состав Центрального комитета. На пользу их не пошло. Юрий Михайлович потом сделали, в общем, ответственным за все плохое, что было при Советском Союзе. Посадили в тюрьму. А Галина Леонидовна, увеличение горячей этой напиткой, им пустота в жизни привела к тому, что ее отправили, в общем, близкие люди в психиатрическую клинику. В ней она ушла в мир иной. Леонидовичу, конечно, это в голову не приходило. Он сделал, что мог для своих родственников. Он откладывал деньги. Ну, деньги были не нужны. Ну, партийному сотруднику, что с деньгами-то делать. В тем не менее, он их получал, ему полагалось, он их, помощник был Георгий Михайлович Цуканов, он клал их на книжку, ну, сберегательную книжку для жены. Он же не знал, что потом начнутся такие перемены. Деньги эти сгорят в пламени инфляции. Виктория Петровна лишится зрения. В общем, пенсия будет грошом у них. Он не предполагал, что жизнь его родственников так печально сложится. И что внучка тоже пойдет по этой не очень удачной линии. Они заботились. У меня тоже был роман с артистом. Это тоже Леониду Ильичу не нравилось. Московское управление КГБ за ним следило. Потом все-таки смирилось. Они дали возможность ей выйти замуж. Его перевели в Москву. Сделали замстителем председателя Комитета молодежных организаций. Такая роскошная выездная работа. В общем, все не сложилось. Все было неудачно. Но Леонид Ильич, к своему счастью, этих горестных картин не увидел. Хотя на самом деле сложности с детьми его преследовали. Поэтому в последние годы он старался поменьше бывать на даче. Побольше завидовал. Где был в окружении своих помощников. Веселых, островных, интересных. Которые с ним беседовали. Последнее, что я расскажу. Так родились воспоминания, написанные за Леонида Ильича. Первый вышла «Малая земля», который написал один из лучших советских журналистов Анатолий Аграновский. Блистательный совершенно журналист. Поэтому написано здорово. Потом «Целина», которую писало уже несколько человек. Потом «Космическая». Было много. Но Леонид Ильич читал, по-моему, только «Малую землю». Получил он государственную премию по литературе. И когда ему вручали ее, это хорошо помню, Георгий Макеевич Марков был в Кодиссееве писателей, глава комитета по присуждению государственных премий в области литературы и искусства, Брежнев получая, зачитал по бумаге, что он благодарил. Ну что ж, раз такой интерес, я, может быть, еще что-то пообещал, напишу, чтобы порадовать читателя. Но это вообще ничего. Моя мама работала в Институте мировой литературы Академии наук. Там была научная конференция, на которую приехал бывший, выгодный партийный работник, это адаптис-президент Академии наук Петр Николаевич Федосеев, который первым выступил. Мой человек был малограмотным и сидевший рядом с мамой Аверинцев, был такой выдающийся ученый, изумленно услышав, что Петр Николаевич сказал, в книге Леонида Ильича Брежнева «Изображенок». Аверинцев поднял голосом, «Изображенок». Где он оказался? Он думал, что он в Институте мировой литературы. А потом один выдающийся профессор, не буду называть его, чтобы не позорить, провел прямую линию от Пушкина через творчество Толстого и Достоевского к книгам Леонида Ильича Брежнева, нисколько не смутившись. И все это свидетельствует, конечно, о тяжком и бедственном положении советского общества. Ну, а тут мы уже переходим на грустные мотивы, которых я обычно стараюсь воздержаться. Спасибо вам большое. Если случайно я что-то такое не рассказал про Леонида Ильича, а вы хотите спросить, то я расскажу. Ну, пожалуйста. Сидите ради бога, ну и что? Добрый вечер, я хотел бы вернуться в сталинские времена. Довоенную репортку военную. Для них Ильич все-таки в работах своих полномочий участвовал в сталинских числах, в сталинских председах. Есть ли его подпись? Насколько мне известно, нет. Потому что он не был руководителем ни области, ни чему. Был одним из секретарей ЦК, поэтому ничего такого не было. В тех областях, которые он руководил после войны, там главное было восстановление народного хозяйства. И, в общем, ни в чем таком особенном он не участвовал. И я вам скажу так, знаете, по характеру в нем этого не было. Константин Михайлович Симонов рассказывал, как вот он напросился на прием к Брежневу, заговорил с ним о сталинской эпохе. И Брежнев ему сказал, пока я здесь, этого ничего не будет. И в общем и целом он сдержал это. Конечно, были политические заключенные, преследовали диссидентов, выслали Солженицына, мучили Сахарова. Это правда. Но массового характера этого не было. И обратите внимание, не было пыток. В позднее Брежневское время, в позднесоветское время заключенных не пытали, наркотиков не подбрасывали, доказательств не фальсифицировали. В Комитете государственной безопасности арестованы обращались строго по правилам. И это было только потому, что Брежнев этого хотел. Изменить себя или изменить систему него, конечно, для него всякие диссиденты были врагами. Это правда. Но не до такой степени, что их надо было душить. Ну вот сажать. Ему нравилась идея чудовищная, конечно. Она ему понравилась, что если больной, допустим, психиатрой занимается. Это ему больше нравилась мысль о том, что они больные, чем их надо сажать. Мысль тогда вошла, эта идея была антроповская, профиглактики. Тех, кого в чем-то подозревали, вызывали в районный отдел, областной и городской отдел госбезопасности. И беседа, профилактическая работа. Брежневу это нравилось. То есть он не был ни злым, ни злобным, ни подлым, ни завистливым, ни обидчивым. Ничего в нем такого не было. И это отражалось. Поэтому репрессивная политика была не такой страшной, которой она могла бы быть. Подай он только знак. Изъявил он только желание. Это бы произошло. И, скажем, на вот войск в Чехословакию он пошел неохотно. Мы знаем, как первый раз он поехал в Чехословакию, он быстро оттуда вернулся с словами «Я не буду вмешиваться в их дела, пусть сами выясняют». Но он же не один был. Тут это важно было, что Брежнев действительно счел, что он не один. Хоть с 1973 года и появилась там после плена МЦК формула. И лично Леонид Ильич Брежнев. И вот он перешел в вожден, всегда помнил, что есть политбюро, что есть люди, надо к ним прислушиваться. И надо учитывать их мнение. А мнение было в основном резкое и злобное. И он это понимал. Напоследок расскажу историю. Анатолий Федорович Добрынин, многолетний наш посол в Соединенных Штатах, рассказывал во время встреч с американским президентом Никсона вечером, Добрынин переводил, втроем сидели. Леонид Ильич говорит, выпил немножко и стал Никсону говорить, что ты имеешь в виду, что это я вот хочу разрядки, а у меня в политбюро сидят люди, они другой точки зрения придерживаются. Ну и наутро там был такой диалог, Брежнев, значит, Добрынин спрашивает, ну я тут вчера наговорил, Добрынин, чтобы успокоить его, говорит, ну я не все переводил, ну и хорошо. Но я-то думаю, что Леонид Ильич, он никогда не увлекался спиртным, практически никогда ничего не пил. Это была легкая игра. Он говорил американскому президенту, имей дело со мной, остальные будут хуже. Со мной договариваться, принимай мои условия, иди мне навстречу. Ну была некоторая игра, в которую он играл, но он действительно реально хотел мира, это действительно так, делал все, что мог, и он не был злобным, точно не был злобным по характеру. Спасибо всем большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМ